Два читера, три, четыре, пять, четыре, шесть, четыре, все читеры. А что если ты прав, а они нет? Я думаю, что там какое-то поражение даже обидное, оно по сути не должно выбивать из колеи. То есть, если оно тебя выбивает из колеи, ты, наверное, не будешь играть на таком рейтинге. Понятно, что я очень много работаю над шахматом. Главное, проблема у меня была психологическая в голове. Иван Николаевич говорит, а вы считаете себя нормальным человеком? Объективно все играют бесконечно. Но по идее, как правильный такой майндсет, что самая важная партия, это следующее. Здравствуйте, уважаемые любители шахмат. Меня зовут Илья Левитов, вы на канале Левитов Чест. Сегодня у нас прекрасный день на канале. К нам в гости после долгого перерыва пришел сильнейший шахматист России. Один из сильнейших шахматистов мира. Претендент на звание чемпиона мира. Ну, заранее, так сказать. Ян Непомничий. Ян, добрый день. Привет. Привет, привет. Как сейчас у тебя настроение? Скажи мне, просто шахматное, так сказать. Шахматное? Ну, сейчас такое уже... Шахматная горячка, как говорится. Сейчас уже активная фаза подготовки к Торонто. Во всех смыслах. В спортивном, в шахматном, в визовом. Все идет своим чередом. Не знаю, гладко или не гладко. А что такое активная фаза подготовки? Чем она отличается от неактивной? Больше нервничаешь просто, да? Ну, как-то больше времени тратишь. И меньше делаешь всего остального. То есть, не то, что я пока не... Поскольку я здесь, нельзя сказать, что я там заперся где-то на сборах. Но это непременно скоро произойдет. Ну, на самом деле, через какую-то неделю-другую уже. То есть, там надо переходить к такой более кропотливой работе. Но уже, как-то... Не знаю. Стряхиваю пыль из книжных полок. Собираю информацию. В общем, как-то так. Слушай, а сложно было в Виканзе... Вообще сложно играть такой большой длинный классический турнир перед таким важным соревнованием? Ну, очевидно, там самым важным в году. Ну, в Виканзе всегда сложно, независимо ни от чего. Это такое место... Ну, особенное место. То есть, кому-то там хорошо. Но как-то что русскому хорошо, что немцу смерть. И наоборот. То есть, для меня Виканзе турнир всегда как большой вызов. Но главная была идея. И я вот в этом году, в принципе, доволен, что я там сумел не заболеть. Это самое важное. Потому что это примерно 9 случаев из 10. И просто потренироваться. То есть, я там играл... Почти все партии были длинные. То есть, я там даже как-то равные позиции получал. И все равно играл примерно до результата. Вот. В этом плане очень хорошо. А результат... Ну, да. Как бы тут... Нельзя сказать, что турнир сложился хорошо. Да. Но и там... То, что совсем ужасное, я бы тоже не сказал. Ну, так. То есть, задача была просто как бы поиграть в шахматы? Да. Именно такая. Потому что вот предыдущий турнир у меня был в Сент-Луисе. Это был очень странный турнир. Там вот один из участников выбыл. Там это Дуда по самочувствию. И в итоге я там сыграл, ну, наверное, полноценно. Где-то 4,5 партии. Все белыми. Потому что так вышло, что со мной рапорт играл. Он прилетел только что с чемпионата Европы. Как-то быстро сделал ничью в русской партии. Значит, Весли исполнил Весли. Ну, уже к сожалению или к счастью, не знаю. Для него классика в последнем примерно туре. Он, если может получить форсированную теоретическую ничью с дебюта, белыми он это делает. И были две партии с Вашьером и с Ливоном Вороньяном. Ну, с Ливоном была какая-то боевая, но тоже игра быстро свернулась. И с Максимом, ну, тоже как-то да. То есть, там на самом деле в Архангельском он пошел где-то на восьмом ходу ДЕ. Все разменял. Ну, и там дальше мы поиграли. Лениншпель, ну, такой Лениншпель, кстати, интересный, но совершенно равный. Вот белыми я как-то там пытался, как-то напрыгивал на соперников. Но вот сделал в итоге восемь ничьих. И я как-то понял, что я вот, ну, почти там месяц... Почти месяц в общей сложности я провел в Штатах. Как бы там еще другие там были турниры, там были быстрые, шахматы, блиц. Вот, понятно, что более результативные. Но за месяц я сыграл четыре партии в Классику. Ну, так по большому счету. Это меня огорчило. И я вот написал организаторам Виконзея, что понятно, что... Мне там у вас играть нельзя, но а вдруг? И они сказали, ну, что, почему нельзя? Сейчас подумаем. Ну, слушай, а давай, кстати, так. А нельзя, прости, из-за национальных особенностей? Ну, особенности национальных шахмат, да? Не, ну, нельзя, потому что, например, год назад, прошлогодний турнир, я вот спрашивал, интересовался. В итоге я сыграл в Дюссельдорфе. Но мне сказали, что вот шахматистов из России мы не приглашаем. Но в этом году решили, что ли? В этом году, да. Какие-то послабления сделали. Я надеюсь, что дальше будет в этом плане лучше. То есть, ну, до... Вот скажи, слушай, я как бы уже даже не очень это помню, как это все работает. А какой вообще режим подготовки обычно к турниру? То есть, ты вот обычно так и стараешься сыграть какой-то большой классический турнир перед этим, да? Ну, гораздо лучше где-то просто сыграть, чтобы, ну, тонус набрать. Да, вот, например, перед Мадридом я сыграл турнир в Бухаресте. Сыграл его не очень как-то здорово. Да, по-моему, минус один набрал, мог и минус два. Вот, это был 22-й год. И, ну, примерно через месяц, по-моему, или сколько там. Ну, так, где-то через месяц стартовал турнир претендентов. То есть, за месяц, ну, как раз какую-то получить практику. Я не думаю, что это строго обязательно. Всегда там можно сыграть там матч какой-нибудь там с тренировочной в классику, там, или что-нибудь такое. Но мне кажется, это, ну, немножко излишество, да? Потому что все равно ничто не заменит турнира, ну, такого живого, настоящего, где тебя все хотят обыграть желательно, да? То есть, вот. То есть, все-таки, ну, тренировочные партии, это, ну, это хорошо, но это не то же самое. А это как это такой, как это, тренировка здорового человека и тренировка курильщика. Да, то есть, как-то так. Слушай, скажи просто, ты сейчас уже поиграл достаточно с молодыми индусами, с Прагом, с Ригаиси, с Гукешем. Троих из них мы увидим, ну, нет, троих шахматистов из Индии увидим в турнире претендентов. Какие у тебя вообще от них ощущения? Что-то это новое или хорошо забытое старое? Очень сложно, очень сложно, на самом деле, вопрос. То есть, ну, с Ригаиси, по-моему, я не играл в классику на снимок, и сыграл как-то энное количество партий в Блиц. Вот, ну, как Блицор он очень неплохой, вот он меня, кстати, обыграл, единственную партию обыграл в Блиц ему на чемпионате мира. Вот, очень немножко поэтому откатился от тройки. Так-то, может, поборался бы. Вот, ну, он такой немножко кривоватый, как бы, но он очень такой, что называется, швинделист, такой очень сильный практик. Мне кажется. Вот, дальше у Прагнананда, то есть, очень сильный шахмасист уже, понятно, ну, с определенными как-то там стилевыми предпочтениями. Мне кажется, один из там классиков итальянской партии из-за оба цвета современных уже, как бы, да, то есть, ему сколько там, 18-19, ну, там, просто смотришь, там, совершенно какой-то фантастический уровень понимания. Вот, и самый, наверное, странный для меня это Гукиш. То есть, он очень, ну, посредственно относительно своего уровня в классику играет Быстрый и Блиц. Я так, ну, сложно, может быть, это как бы со временем придет, ну, там, условно, Фабиано тоже, да, не всегда играл хорошо Блиц и Быстрый. Вот, а в классике он, ну, такое ощущение, как вот с компьютером сидишь, играешь, как бы, да, что, ну, сложно бывает ходы угадать, как бы, да, для меня это такой, ну, такой шахматист-загадка, да, то есть, я с ним сыграл пока две партии, вот, одну в Дюссельдорфе год назад, то есть, там он мне, как бы, полностью переиграл черный, потом не сумел как-то добить, я вот соскочил, а следующую сыграл, ну, вторую сыграл здесь. Ну, понятно, что был Быстрый и Блиц где-то, то есть, там, но здесь, как бы, тоже, то есть, вроде ничего особенного не делал, но как-то очень, ну, сильно и при этом довольно странно, как бы, то есть, это такое сочетание всегда очень такое любопытное, вот, ну, понятно, что там все, все трое шахматисты огромного дарования, видит он, то есть, довольно давно уже, скажем так, около элиты или в элите, да, то есть, у него 2700 рейтинг, я думаю... Всю жизнь. Ну, да, примерно, сколько он себя помнит, да, то есть, но именно прошлый год для него стал прорывом, да, то есть, он на Кубке мира, его остановил только, значит, вот, ваш покорный слуга не смог, то есть, я за шесть партий с ним ни разу даже лучше не получил, а за шесть партий, там, классики и тайбрейка, а Басов его, как бы, сумел обыграть в классику, да, то есть, ну, там, ну, такая партия, ну, как это, дома и стены, вот, ну, там, действительно, партия какая-то, ну, удалась ему, да, получается, в Лондоне он что-то белыми там, прям, уверенно выиграл. Вот, и сейчас, кстати, Виконзея, ну, он на минуточку выиграл, по-моему, Гранд Свис, видит, да, если ничего не путаю, там, проиграв в первом туре, и сейчас в Виконзея он, ну, ужасную партию сыграл в своей и в последнем туре. А так он играл, ну, наверное, по качеству, ну, просто лучше всех, объективно, это как бы было очень невзрачно, как бы, да, то есть, он там сделал кучу ничьих, как бы, да, то есть, там, где-то на финиш накатил пару партий выиграл, стоял тоже плюс три. Вот, но дебют Коля ему пока это самое не был известен, то есть, дебютик Коля он получил за 10 ходов почти безнадежно, ну, так тоже можно, оказывается, да, то есть, там, где-то Миран, там, без пары темпов, и... Как это? Вон оно как вышло. Но в прошлом году прямо у него большой-большой прорыв, то есть, вот, ну, как другой шахматист практически, да, то есть, я с ним до этого играл же, ну, видно, что очень-очень много работает. Ну, что, я с ним интервью делал, мне рассказывал про это предложение, о Black Lotus, которым он пользуется, это для медитации. Да-да-да, что он говорит, что, ну, это там, конечно, понятно, что я очень много работаю над шахматами, но главная проблема у меня была психологическая в голове. Скажи, ты как-то вот что-то, как сказать, не раскрывая секретов, ты что-то такое делаешь? Медитации какие-то, я не знаю, вообще, как это сейчас у тебя устроено все? Ну, приложения такого у меня нету, как бы, может, надо скачать, вот, может, в этом секрет успеха. Скачайте пару приложений и, как бы, повысите свой рейтинг на 100 пунктов. Да-да-да. Вот, я, как бы, Чизбейзом в основном пользуюсь. Ну, видимо, этого уже недостаточно в современной жизни. Ну, видимо, нужно что-то еще, как бы, да, то есть, там, что-то сверх. Ну, не знаю, там, я просто стараюсь как-то соблюдать там режим дня, то есть, понятно, что какие-то партии они тебя больше фрустрируют, какие-то меньше фрустрируют, но в целом на важных турнирах, мне кажется, это, ну, уже почти все, как бы, ну, может быть, ладно, кроме меня, да, потому что все так считают, что я так это морально не стойк. Вот, но я думаю, что там какое-то поражение, там, даже обидное, оно, ну, по сути, не должно выбивать из колеи, то есть, если оно тебя выбивает из колеи, ты, наверное, не будешь играть на таком рейтинге, как бы, да, то есть, там, ты не будешь, там, ну, входить, там, условно, там, в десятку или куда-нибудь, там, еще, вот, и показывать результаты, да, потому что партии бывают очень разные, как бы, да, там, бывают, там, нищие обидные, бывают, там, поражения, там, нелепые, да, там, бывают, там, победы, которых очень тяжело перенести, вот, что, там, слишком, слишком радуешься, да, то есть, то есть, неприятности они подстерегают на каждом шагу. Шахматиста, да. Шахматиста, как котенка с таким именем. Трудно испытать вообще радость, ну, какую-то испытать вся гармонию в шагу. Да, ну, в конце турнира можно, да, что-то порадоваться, ну, закончил, как бы, там, откозырял уже, да, и все. Ну, скажи, а у тебя, похоже, вот, на правду, что у тебя психика, как бы, реагирует на победы и пожени очень резко, но недолго? То есть, ты, например, можешь после партии, там, не знаю, ну, быть в таком, да, в фрустрированном состоянии, ну, буквально, там, вот, я вот так заметил, что буквально это длится, это очень остро, ярко, но это буквально полчаса, час, и все, и потом ты, как бы, нормально живешь дальше. Потому, что многие, как бы, не так не остро реагируют, но дольше. То есть, могут, там, сутки держать. Может быть, не знаю, я об этом никогда не думал, но, ну, скажем так, вот, на победы, мне кажется, в целом, вот, бывает сложнее перенести, чем поражение. Ну, поражение, как бы, например, тут земнул, там земнул, тут ошибся, как бы, да, тут просто соперник хорошо сыграл. Вот у меня сейчас была партия, типа, вот, свои и. То есть, человек сыграл партию, ну, по сути, как бы, да, без каких-либо инсинуаций я проиграл компу эту партию, как бы, да, все, он в дебюте сыграл, ну, он в дебюте сыграл интересно куда-то, ну, какой-то редкий вариант, который у меня, естественно, был записан, ну, там, окей, я его даже, может быть, повторил перед партией, но что-то там не все воспроизвел, и, типа, я ошибся. Ну, один раз я ошибся, нужно было, там, уходить, переходить в неприятный Эшпель, который, ну, там, менять ферзей, но он был, ну, реально неприятный, то есть, компьютером он, типа, защитимый, без компьютера он кажется, что ой-ой-ой. И следующим ходом я уже ошибся, как бы, на партию, да, то есть, это как бы, то есть, ну, как бы, и там и стадия реализации, и все на свете, просто, ну, человек сыграл идеальную партию. И он на финише, кстати, накатил еще, блин, две похожие. То есть, и с Видитом он сыграл, ну, совершенно гениально, и с Фармердамом. Ну, с Фармердама, может, попроще было, да, то есть, там, в целом, там уже был на минусовой серии, как бы, да, голландец, но, тем не менее. Вот, ну, то есть, ну, а что расстраиваться, если там человек сыграл, ну, в такую силу с тобой, то есть, ну, только надо это самое, радоваться, что как-то урок преподнесли. А победы почему? Потому, что не можешь унять эмоции, как бы, позитивные, да? Ну, радуешься, как я, не знаю. Ну, еще Грищук рассказывал, да, что после победы... Особенно какая-нибудь хорошая партия, которая там, ну, там, не дай бог, еще печатная, как бы, да, это вообще, там, смакуешь там и так, и сяк, как бы, то есть, уже нужно думать, там, не знаю, про следующую партию, вот, а бывает, что, да, вот это... Ой, 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 я даю, да? Как-то, ай да Пушкин, ай да сукин сын, да? Ай да Пушкин, ай да сукин сын, да. Понятно. Хорошо, скажи, пожалуйста, вот в ИИ, значит, играет как компьютер, а скажи, вот ты когда в офлайне играешь, ты вообще думаешь об этом, что человек там, ну, приходишь в номер, смотришь, потом партию, смотришь, у человека просто, ну, там, шпарит по первой линии, как бы, у тебя закрадываются какие-то сомнения и переживания? Ну, сомнения закрадываются, переживания в меньшей степени, вот, ну, потому что что-то переживать, как бы, да, это абсолютно недоказуемо, даже если это так, да, как вот мы узнали из недавнего кейса, вот, что... Ты про что? Ну, уже ладно, из позапрошлогоднего кейса. Про Хан? Ну, условно, про Ханца, то есть, его там, условно, там, подозревали, да, как бы, то есть, там, ну, а на поверку, ну, то есть, при всех... О тягчающих обстоятельствах, как бы, да, ну, абсолютно же недоказуемо, да, оказалось? То есть, может, он, как бы, и не жульничал, то есть, это уже другой вопрос. Да-да-да, вживую, да, ну, вот, как бы, там, Карлсон так решил, вот, ну, и в итоге они, там, не знаю, соглашение, там, досудебное, как-то, заключили. Сейчас вот он ведет блок, там, это самое... Сейчас у него опять проблемы. У кого? У Ханца. Почему проблемы? Он ведет блок, как он... Идет чемпионство, да. Идет чемпионство, я думаю, что это будет, как такая, как... Сколько серий в Санта-Барбаре? Ну, блин, там, тысяча пятьсот, что-то такое. Я думаю, должно быть, ну, тысяча четыре, может быть, серии, как бы, да, ну, сколько в году, там, 365 дней, как бы, да, ну, там... Ну, и тебе ему долго. Два пишем, три в уме. Да-да-да. В общем, это имеет все шансы стать таким самым, таким длинным ситкомом. Да-да-да. Вот. Не, ну, в принципе, интересное начинание, то есть, это мне... Ну, кстати, такое предлагали, примерно, делать, чтобы ввести какой-то блок, да, как я готовлюсь к матчу на 500 мира и прочее. Ну, и, если честно говоря, как-то чур меня, я пока к такому не готов. Вот. Так что это абсолютно недоказуемо, да, то есть, ты, ну, можно сколько угодно там подозревать, там, ну, там, сверять, там, я не знаю, считать там с антипешки, сверять количество, там, ну, там, ходов с первой линии, да, совпадения. Ну, может, просто шахматы изменились, да, потому что, вот, условно, у меня там за всю карьеру, наверное, партий, ну, подобных той, что ВАИ выиграла меня, ну, в классику. Ну, вот я могу вспомнить партию с Ли Чао, значит, 2017 год в Шаджи, то есть, я там поймал его на идею дебютную, получил с дебюта где-то плюс один, он еще отреагировал не очень удачно, я, типа, сыграл по аналогии и добил прям очень жестко, ну, прям супер партия реально по качеству. Ну, по-моему, ну, банально, вот, просто все сильнейшие ходы я сделал в партии, ну, их было не так много, нужно было, там, может быть, шесть или семь, да, то есть, там, сложных решений было и того меньше, но, тем не менее. Вот, и, как бы, наверное, вот у меня была какая-то партия с Накамурой, где я черными выигрывал очень быстро в Сицилианке, в Паульсоне, но, ну, там у меня была игра, если решать, он где-то ходил, там, не знаю, ну, провел там А6, Б5, Б4, А4, потом пришел Д5, Е5, Куни, Е4, ну, какие-то все ходы были вперед, в каждом ходе на что-то я нападал, а потом я просто забрал, там, не знаю, там, материалы лишние, как бы, и он сдался. То есть, это неожиданно, тоже партия, там, условно, 99, там, И9, да, в таком духе, accuracy. Это ты сравниваешь ее, ну, условно, с предложением, ну, с первой линией, как бы, да? Да-да-да, ну, просто, вот, как бы, я смотрю, ну, партию анализирую с компьютером, ну, там, усилить игру негде, а вот кто-то сейчас играл такие, примерно, три подряд, там, белыми, там, на финише, ну, подобным образом, да, то есть, там, почти, ну, может, вообще безошибочные партии, реально. А проверяют вообще на, ну, вот, веканзе, какая была проверка? Ну, вот, просто интересно. Была задержка трансляции, незначительная минут 15. Ну, классика, это вообще никакой роли не играет. Ну, наверное, это не супер важно. И, ну, еще была, конечно, трансляция без задержки, там, для зрителей, да, то есть, она куда-то транслировалась, например, в соседний зал. И были, ну, условно, металлоискатели, да, которые, там, ну, банальные, которые в супермаркетах, в аэропортах, как бы. Может быть, они какие-то особенные, но, по-моему, самые обычные. И один раз я вот какую-то партию выиграл, по-моему, на Дребеке я выиграл партию, и у меня как-то, это самое, там, позвали, я говорю, что слишком хорошо играл, что ли, да? Позвали куда-то вот его отдельно в подсобочку, там, и вот там... Отсканировали. Ну, более, скажем так, пристрастно, но тоже, то есть, это, не знаю. То есть, наверное, так что-то можно найти, как бы, да, то есть, там, обувь проверить, еще что-нибудь проверить, но... Я просто не понимаю, как это работает, да, мне кажется, что вот такого рода устройстве можно, там, ну, поймать, там, какого-нибудь, не знаю, как-то нерадивого студента, который, вот, хочет, там, я не знаю, телефон принести на экзамен, да, какой-нибудь, там, или... Как в этом фильме, каком это было, помнишь, в советском это фильм был? Это первый, первый, а второй. Операции, может быть, да. Это новое приключение Шурика. Или кавказское... Нет, наверное, новое приключение Шурика. Еще кавказская пленница была, но там другое. А это, мне кажется, оттуда, да. Вы обсуждаете это все вообще? Вот как среди шахматистов сейчас? Ну, потому что мы тему читерства, как бы, знаем со стороны, как рассказать. Ну, конечно, обсуждаем, надо же о чем-то говорить. То есть, это тема, да, сейчас? Конечно. Ну, в онлайне, да, уже даже не тема, как бы, в онлайне уже не смешно. Ну, сейчас к этому, да. Нет, у меня там, ну, сейчас вот, как-то, пару вторников постримил, там... А что происходит? Ты можешь какую-то свою точку зрения на это дать? Это будет долго, это, боюсь, это так, это до конца подкаста мы не успеем. Хорошо. Вот, ну, окей, допустим, в оффлайне, ну, опять, я в какой-то момент сейчас пришел к выводу, что, ну, это уже банально... Не то, чтобы граничить с паранойей, да, но подзаревать всех невозможно. Это, ну, такое, скорее, саморазрушение, да. То есть, там, ну, просто лучше статись на том, что человек хорошо сыграл. Вот. Ну, особенно, когда это касается, скажем так, коллег по цеху. То есть, какие-то, что называется, established players, которые, ну, уже там, ну, известно, что они хорошо играют. Вот. А вот когда играешь, ну, особенно вторники, ну, понятно, что там сейчас немножко было, как это, драмы с перуаном-мексиканским шахматистом, как бы, да, ну, условно во вторники. Вот я сейчас стартовал вторник, по-моему, два из четырех. Ну, причем люди ничего особенного не сделали, ну, просто, как бы, ну, они сыграли там... Ну, вот Крамнику было бы очень интересно посмотреть на accuracy. Ну, даже accuracy даже не играет роли. А в целом, ну, оба мастера фида где-то по 200-300 рейтинга, они как бы сыграли, ну, как хорошие шестисотники или семисотники эти партии. То есть, без какой-либо натяжки. То есть, ну, может ли такое быть? Может. Ну, это единственная партия, даже, ну, мне делать сейчас было какой-то момент нечего, я посмотрел партии там такого обычного подозреваемого, да? Да. Вот это его примерно... Ну, его обычная игра там с гроссмейстерами, скажем так, это ну, 75, ну, 80 иногда, как бы, да? То есть, там, со мной типа 95, ну, опять... Эти цифры, они почти ничего не значат. Ну, как, ну, они значат все-таки... Ну, это как неправильные весы, которые там показывают у всех неправильно, как бы, да? Минус-минус, да. Но, как бы, метод измерения, он как бы один и тот же, да? Да. Вот. И, ну, его, как бы, там, лучшая партия в турнире, лучшая партия примерно за три предыдущих вторника. Ну, может, человек там, я не знаю, вдохновился, да? Так это, я не знаю, озарение на него снизошло. Что-то много озарений. Озарения, ну, их немало, да? То есть, вот, я как раз тоже смотрел интервью с Эриком, да? То есть, там, я сам немножко общался с античитерской, ну, командой Часкома, да? И вот тоже еще такое отступление лирическое, что я вот ся на этих, ну, созвонных, да, с ними, я себя чувствую как примерно, как на сеансе, там, не знаю, психоанализа, да, примерно. Что я как-то еще что-то говорю, говорю, он говорит, о, да, да. Я что-то какое-то аргументирую. Но вы не нервничайте, Ян. Вот. Я сейчас недавно пересматривал как раз «Мастера и Маргарита», который вот сериал «Бортко», и там вот как-то бездомный он попадает в психушку, как бы, да, в самом начале. Ему говорят, ну, позвольте, говорит, никто вас не станет здесь задерживать, если вы нормальный человек. Вот скажите мне, говорит, Иван Николаевич, говорит, а вы считаете себя нормальным человеком? Он говорит, ну, да. Говорит, подождите, говорит, так вы же пришли, там, не знаю, там, со свечкой, с иконкой только что пришли, там, в Центральный дом литераторов. Он говорит, а, ну, да. И так далее, как бы, да, ну, то есть, это все как какой-то сяанс психоанализа. Ну, в общем, ну, хороший парень, международный мастер, он, как бы, там, ну, видно, что в теме заинтересован, он что-то, как бы, там, говорит, но за этим вообще ничего не следует, как бы, да, то есть, я в этом плане немножко понимаю крамника, ну, он утверждает, что ему вообще не отвечали, да, с какого-то момента. Вот, ну, мне тоже отвечают, как там, через раз, ну, какие-то есть там созвоны. Он говорит, ну, да, ну, может быть, ну, на одной партии, на основании одной партии мы никого не можем забанить, да, ты же сам понимаешь, да, старик. Да, а этот играет, он просто очень практичный, как бы, там, практичный шахмазист, у него, ну, практическая сила большая, и он принимает простые решения, как бы, да, у него там, ну, без изысков играет, так, по-простому, да, по-заводски. Вот. То есть, они тебе объясняют, что это не читерство, а стиль игры. Я вот не понимаю, как... Тут надо переходить, ну, во-первых, я не думаю, что я все, как бы, должен разглашать, как бы, да, то есть, там, но в целом, да, что вот, ну, это просто, ну, какие-то простые ходы он делал, да, ну, тут ты сам, типа, осложнил, да, ну, и так далее. Ну, может быть... Ну, какой смысл кому-то говорить тебе, что это было, я не могу понять. Ну, ты не совсем, как бы, правильно формулируешь, да, то есть, я говорю, что вот, типа, вы считаете, что, как бы, ну, как бы, там, что это, как бы, нормально, что он так играет, условно, там, тратит все время, а потом начинает, там, в конце, в конце начинает играть очень сильно, а до этого играет, ну, как-то, ну, типа, странно и медленно, а в конце, там, партии, там, сильно и быстро. Они говорят, ну, да, да, это странно, но в целом ничего особенного нету, говорят, ну, а что, ну, вот у него там общая, как бы, статистика, ну, вот он, ну, по-моему, Это, кстати, Эрик упоминал. Underperforming и overperforming. И они все это оценивают в таких величинах. Ну, да. Это и есть ловушка. Они считают, что из 100%, 2,5% туда, 2,5% в ту сторону. И эти сюда, эти сюда, эти сюда. Беспристрастно. На мой взгляд, беспристрастно. Это, наверное, такая позиция имеет право на существование. Имеет право. Но они, к сожалению, не думают, что они понимают шахматы. Как это работает. Понимают игру. То есть, точно так же, как я не стану спорить про статистику. Потому, что я нищета там не понимаю. Я думаю, что им тоже следует немножко сделать... Чуть более скептически относиться к их собственному мнению. По поводу того, как это работает в шахматах. И чуть более, как это прислушиваться. Скажем так, к бывшим и нынешним профессионалам. Это скажу аккуратно. Тем более, среди них есть шахматисты. Выдающиеся. Мягко говоря. И тут, как два барана на мосту, на самом деле, сошлись. То есть, вы нам про Фомо, а они нам про Ерему. Очень сложно прийти к общему какому-то знаменателю. Но, с другой стороны, они обещают, что будет этот софт. Который... По-моему, такой софт был давно-давно на портале шахматная планета. Которые какие-то посторонние... На шахматной планете там просто банил автоматически. Если кто-то что-то такое запускал параллельно. Ну, могло забанить за Часком или Час-Ассистент, который работает. Но я тоже думаю, что это не панацея. Но я в какой-то момент сейчас проникся этим. Что-то в Твиттере посчитал. Погуглил. Ну, там существует, не знаю, наверное, пять разных плагинов для браузеров. Которые не требуют никакого, я не знаю, мощностей. Которые работают просто от вашей видеокарты. Ну, и которые легко обыграют любого, я не знаю, игрсмейстера. Из десятки, двадцатки, тем более. Вот. И там куча видео есть на эту тему, как ими пользоваться. Там есть какие-то... Час-бот есть условно. Есть просто плагины. Там даже ничего не нужно. Подписку не нужно. Ничего не нужно платить никому. Ничего скачивать. Просто поставил плагин. Окей. Нажал кнопку. Три стрелочки нарисовали. Е4, конь F3. Конь C3. Ты пошел в Е4. Тебе еще три стрелочки нарисовали, как ходить. Какие-то рисуют. Типа, ожидаем ход соперника. Ну, как бы условно. Вот по мат-ожиданию. Какой ход ты будешь ждать. Ну, допустим. То есть, Е4 нарисует Е5 и Ц5. Ну, и так далее. Слушай, ну, это вообще выглядит так. Как с этим жить-то дальше? Ну, как бы в онлайне? Ну, в онлайне, я думаю, что никак. То есть, реально вот то, что называли гибридным форматом. Это, скорее всего, все призовые турниры. Ну, или большинство важных призовые турниры будут играться вот как гибрид. Иначе я просто не вижу. То есть, с одной стороны, конечно, нет оснований всем подряд не доверять. Но как бы и доверять тоже основания небольшие. Ну, ты когда вот играешь... Ну, ты мне скажи, наоборот, конкретно. Вот ты играл сейчас с Жаспемом, знаменитым Хуаном. Как его там? Алька Алькантра. Хосе. Хосе. Хосе Мартинес Алькантра. Какого-то там еще. Вот ты с Хосе играл. У тебя... Ты же, наверное, готовился? Или ты не готовишься к нлайне? Не, я готовился. Ну, Хосе-то ты готовился, потому что это соперник. Я готовился, кстати, к каждому матчу. То есть, я не так много, но еще другие дела были. Ну, Хосе я посмотрел. На что он играет, я с ним посмотрел статистику в интернете свою. В принципе, неплохая. А ты когда готовился, ты какие его партии смотрел? А я посмотрел оффлайн классику. То есть, он последний турнир сыграл в классику в декабре, если я не ошибаюсь. Какой-то опен не очень сильный в Мексике. Набрал там плюс четыре, надо сказать. Но со средним рейтингом соперников... Ну, две четыре, сто пятьдесят, я бы сказал. У него типа две шестьсот. Вот он на этом турнире понизил пунктов девять примерно. У него сейчас типа две пятьсот девяносто с чем. И вот когда ты посмотрел его партии в классику в оффлайн... Ну, ничего особенного. Ну, как-то играет, кривые какие-то дебюты играют. Ну, в принципе, не так... По силам, в принципе, ты понял, что шахматисты. Ну, по силам, да. То есть, в классику я бы с ним сыграть, наверное, не отказался. Ну, не самые такие... То есть, есть там теоретики, есть там реально какие-то там самобытные шахматисты. Есть там люди, которые спустили рейтинг. Ну, у него как бы, да, две шестьсот. Это его рейтинг. Наверное. Как бы я смотрел только один турнир. Ну, по силе. Потому, что... Ну, знаешь, как там типа тысяча партий, и ты пытаешься найти классику, а там везде тьюзды, 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 тьюзды. Как бы, да? Это, кстати, вот нужно будет дать премию тому, кто сумеет отсеять, просто создать базу чистую от вторников, от онлайна, просто базу партий оффлайн. Это было бы очень интересно, кстати. Ну, это касается любой подготовки, потому что каждый раз это делать замучаешься. Ну, смотреть смысл нет, да? Не, ну, есть смысл, конечно, что человек играет, но там условно отделить мухи от котлеты, там нужно каждый раз делать вручную. Вот. Потом я посмотрел его партии с турнира, где он набрал семь с половиной из девяти, и потом еще выиграл матч у Терса Океана. Там уже другой уровень игры, или примерно такой же? Ну, как бы, уровень игры... Я не берусь сказать, как бы, да? То есть, видно, что он играет хорошо. То есть, видно, что какие-то партии, ну, они там, ну... Никому бы не было стыдно их сыграть. Ну, там условно, вот, как он Кеймера обыграл, да? Ну, там, кстати, вот в обзоре это было у Шиманова, да? Ну, усочная такая партия. То есть, как бы, соперник переиграл сам себя, как водится, да? Вот. Но мне немножко бросились в глаза, что он, в общем, ни разу не стоял как бы хуже за весь турнир. Ну, кроме партии с Накамурой. Там он стоял совершенно безнадежно. Я не знаю, что там случилось. Там почему-то с лишней фигурой Накамура не было. Да, ну, с фигурой зевнул. Ну, с кем не бывает, да? Вот. Не, ну, он там просто плохо играл. Ну, Накамура-то зевелал коня, но до этого полностью его переиграл, да? А так он, в принципе, в большом счете не стоял хуже ни в одной из партий, да? То есть, у него там максимально было типа 0.6, 0.7, 0.8. И в одной из партий он еще отказался от нищей. Вот в тяжелые позиции. Ну, просто как бы, ну, соперник в 30 секунд, ну, он просто продолжил играть, там, через три хода партию выиграл. Вот. Ну, о чем это говорит, может, ни о чем не говорит. Может быть, он действительно как бы практик, да? Он там играет, не знаю, там, черным играет всегда ежа, белым играет всегда, не знаю, там, конь f3, e4, c3, h3 на Найдерфа и так далее. Может быть, то есть, это... Вот, но... И что потом было, ты с ним сел потом играть матчи, какие ощущения? Ну, я не знаю, конечно, я был на действительной степени предвзят. Ты сидел там, улыбался? Не, я не улыбался, пока вот я в какой-то момент не показали на 20 секундах, что-то там g5, король f8, что-то там было, конь d4, еще какой-то... Ну, короче, серия ходов, я не угадал ни одного, но g5, я, понятно, угадал, как бы, но не думал, что он настолько там усиленный. И потом, как бы, там, по ходам, там, за секунду король f8, я думаю, а что, что, кто, почему, ну, ладно, король f8, я что-то бью на g5, не, какой-то ход h4, конь d4. Я думаю, блин, ну, что-то, ну, король пока на h2, ну, думаю, комбит g5 нанесу, там, мне какой-то ход, конь d2, по-моему, он пошел, что-то конь h7, король e7, слон g5, ну, как бы, то есть, это все в режиме, там, накопление, то есть, вот до этого, ну, понятно, что... То есть, очень сильные ходы в режиме накопления человек. Ну, сильнейшие ходы, объективно, сильнейшие, ну, окей, они сильнейшие с точки зрения, там, первая-вторая линия, может, он просто хорошо играет, как бы, да, сейчас ничего не говорю, но почему-то не хорошо, ну, почему не делать то же самое, когда у тебя там три минуты осталось, например, да, все это ходы, может, не самые сложные, но, опять, для меня это некий, как бы, там, диссонанс, да, типа, там, вторая партия, ну, то есть, либо полное непонимание, либо, как бы, ну, просто, там, не знаю, что-то у него глюк случился, как бы, да, то есть, он в какой-то момент не создает сам проходную по линии h, в равном эндшпиле, вот, по компьютеру, значит, там, оценка, ну, по сильному я смотрел, с консильным компом еще, оценка в какой-нибудь минус три была, при точной игре черных, ну, точная игра, это такой вариант ходов на десять, вот, ну, там, просто прямой форсаж, вот, ну, по частному компьютеру оценка, может, там, плюс один всего лишь, да, и после этого, как бы, он легко делает ничью, то есть, у него остается, там, не знаю, опять, полминуты двадцать секунд, как бы, куда-то кой на е1, ладья на h1, что-то, какая-то контр-игра находится там-сям, там, хоп-хоп-хоп, еще пару раз отказывается от повторения по ходу, что для меня, как бы, просто загадка, да, то есть, там, ну, у тебя там мало времени, как бы, ну, окей, тебе предлагают повторить позицию, ну, понятно, что, наверное, я дальше повторять не буду, но он, как бы, не идет на повторение, он усиливает, как бы, игру, и то же самое у тебя в третьей партии, то есть, там, уже позиция равная, он, как бы, ход не повторяет, что, ну, даже в конце, может, просто это, как бы, такой, ну, как бы, самурайский дух в нем, как бы, существует, но я, как бы, играл с большим количеством соперников разных, как бы, да, и, как вот, старожилы не припомнят, то есть, это очень странно, то есть, это не то, что он играет, там, силу... Вот я об этом говорю, то есть, возникает какое-то, ну, я еще раз просто хочу, так, может быть, для тех, кто как-то не очень, кто в танке, пояснить, что, как бы, мы говорим, ну, что, вот, условно, Ян, то есть, это не человек, как бы, как сказать, это человек, который, там, сколько ты в шахматы профессионально играешь, ну, там, всю жизнь, ну, получается, тебе, там, 30, не знаю, играешься, 25 лет, что ты помнишь, что ты каждый день либо занимаешься шахматами, либо играешь в шахматы, либо и то, и то. Ну, все-таки, не каждый, но пару раз было, да. Да, но я бы хочу сказать, что вот этот уровень 2600, возьмем рейтинг, что ты его в какой-то момент прошел в жизни достаточно быстро, скорее всего, там, ну, так бы, ты вышел на этот уровень. Не быстро. Не, опять, ну, как бы, в чем разница принципиальная, да, что, вот, условно, 2600, вот, почему 2600 и 2800 разные рейтинги, потому что, ну, вот, условно, хорошая партия 2600, она будет, ну, наверное, смотреться, как, там, партия, там, ну, угадал с дебютом, там, что там, хорошо сыграл, там, веншпере добил, будет смотреться, как партия шахматиста из первой десятки, но он будет играть очень мало таких партий. Ну, конечно. И он будет играть иное количество партий, которые, ну, условно, существенно ниже, да, то есть, это со всеми бывает, но, условно, где-то он не знает, там, сыграет не точно, где-то он, я не знаю, там, реализация ошибется, там, да, где-нибудь, там, теоретическую позицию, там, ну, что-то не вспомнит или не знает и так далее, то есть, всегда можно ошибиться, да, я в какой-то момент говорил, вот, с магистром, мы говорим, что, где, когда, по Ташовым, да, ну, писал вопросы, как бы, да, и говорю ему, присылал примерно, вот, там, протестировать, он говорит, а зачем такие сложные? Я говорю, ну, как, зачем? Ну, как бы, чтобы, там, интересно было, сложнее. А, говорит, не нужно, говорит, сложно, и, говорит, люди всегда найдут, где, как бы, что-нибудь там перепутать, там, ошибиться, какой-нибудь ложный след там придумают. То есть, это абсолютно излишне, то есть, как бы, чем проще вопрос там сформулирован, тем он, как бы, ну, чем менее, там, витьеватая, как бы, речь, как бы, тем лучше. Потому, что всегда человек, он, как бы, найдет, даже, там, вот, ты, там, спросишь, примерно, там, ну, максимально коротко и ясно, как-то, вот, ну, так человек устроен, что он где-нибудь найдет сам, где ошибиться. Вот. Точно так же, как в интернете играешь. Ну, там, не знаю. Понятно, что разные бывают стили. Но вот я там найду, где мне зевнуть где-нибудь. Особенно в Блиц. А вот эти люди не находят. То есть, это примерно практически никто из них. То есть, он... Опять, понятно, что все это... То есть, играет очень ровно, стабильно, хорошо. В том числе, что не хорошо, но очень стабильно. Очень стабильно. То есть, стабильно. И как бы, ну, с очень маленьким... Ну, реально маленький какой-то процент. Маленький процент плохих позиций, безнадежных позиций. Вот. Ну, для меня это чуть-чуть странно. Ну, они говорят... Ну, он говорит условно, допустим. Это шахматист-практик. То есть, он не знает теории. Ну, он действительно не знает теории никакой. А что такое шахматист-практик? Что такое шахматист-непрактик? Это кто? Это я, что ли? Ну, вот. Это понятно. Ну, какой-нибудь человек, который, я не знаю, знает 30 ходов теории, но потом, если свернуть его в сторону, то у него начинаются проблемы, например. Такой теоретик, который... Ну, с ним пойдешь, там, Б3, например. Ну, это может и исключительные какие-то случаи. Опять же, в рамках погрешности. Ну, такого особого не бывает. Ну, есть люди, которые там, например... Ну, или они не играют вообще. Условно, не знаю. Возьмем Сакаева. Прекрасный тренер. Но, понимаешь, он уже давно в шахматы не играет. Скажем так, практик это человек, который много играет и принимает. Но он не ищет, скажем так, сильнейший ход. Но он будет делать все время более-менее. Вот самый лучший шахматист-практик, видимо, всех времен, это Карлсон. Ну, да. Потому, что у него там колоссальные попадания именно куда-то в яблочках. То есть, у него там средневзвешенная целька хода. Это почти всегда хорошая. То есть, поэтому ему, наверное, сложнее, когда там какая-то тактическая борьба. Когда там цена хода резко возрастает. Там вот у него начинаются какие-то там шероховатости. Вот так практик. Ну, вот он будет играть там, я не знаю, там, ну... То есть, не будет, грубо говоря, там какие-то проводить суперумные планы. Ну, какое-нибудь стандартное будет делать крепенько. Тут пошел, там пошел. Тут где-нибудь. Там А4 надвинул. И так далее. Ну, опять, практик это не то, что... Ну, есть там теоретики, понятно. То есть, там... Это не то, что он как бы там теории не должен знать. Но просто практик, он вот... Ну, там рука набита, скажем так. То есть, он принимает практичные решения. Он не ищет там сильнейший ход. Он ищет как бы такой ход. Ну, там все еще нравится. Ну, это да. Это как бы... Но это очень сложно донести, что в принципе... Ну, как бы он практик, а я нет. Да-да-да. А ты кто тогда? А я не практик, значит. Или практик, но послабее. Ты вот играл... Я помню, когда у нас был турнир в Амстердаме. Ты играл там какой-то, значит, матч с Карлсоном. Одну проиграл, одну выиграл. Что-то там туда-сюда. И не выиграл там... Какой-то не реализовал, значит, Эншпель. Не, по-моему, как раз я одну проиграл и вот не реализовал ферзь против Ладии. Ну, там уже это была девятая партия в день. То есть, Карлсона ты переигрываешь, а с Жаспемом ты не можешь вообще ничего сделать. Не, наверное, могу. То есть, ну, вот... Надо, видимо, тоже там время лучше тратить и проще. Не, ну... Если это достаточно с Карлсоном, почему это, оказывается, недостаточно с Жаспемом? Я не могу понять. Вот он практик. Ты спрашивал у Часпема? Он практик. А как бы... Ну, все партии же разные, да? То есть, это... Ну, стили разные. Ну, вот там Карлсона зевнул, а с Жаспемом нет, ну, что такого не может быть. Вот Карлсона разыграл там типа Найдерфа, что-то, ну, там какие-то пару ходов сделал, получил там пару жертвов на Е6. Ну, и фактически там, ну... Там очень сильная атака была у белых. Там, да? Я там все время потратил, что-то нашел. Вот. Ну, и там потом была позиция равная, потом у меня снова выиграна, потом вот ферзь против Ладии. Как бы, да? То есть, это... Ты когда играешь с Карлсоном, у тебя же нет таких же неприятных ощущений, как когда ты играешь с Жаспемом? Ну, это мои только проблемы, я так понимаю. Да? Что у меня какие-то, не знаю, там, ну, предрасположенности, какие-то предрассудки. Не, я посмотрел даже свою статистику с ним. Ну, я с ним играл два раза вот в этих онлайн-турнирах. Может быть, или три партии у меня с ним было. Я выиграл, ну, проиграл вот в этих отборах. Вот. Но в целом... Не, ну, вот есть еще как бы там пример шахматиста очень сильного, который в какой-то момент я вот с ним имел очень хороший счет в классику. Пардон, не в классику, вот в живую. Как бы хорошо с ним играл Rapid Blitz в какого-то момента. В онлайне с ним играл, какие-то партии там тоже. Ну, практически из любых позиций я там переиграл, перекручивал. А потом, как бы, ну, все. Челкнуло что-то, я как бы, ну, там вообще не мог его переиграть. В онлайне. В онлайне, да. Ну, как бы, да. Вот он в какой-то момент... Усилился. Ну, он хороший результат показывал, да. У него был такой период, скажем так, успешный. Вот, но... Мы не будем говорить, кто это? Да, я и сам не знаю, кто это. Да-да-да. Это сложно. Подставьте любого. Но, как бы, это чувствуется, когда ты играешь с человеком, он играл, ну, условно, вот в одну игру, а потом в другую. Ну, конечно. Я в это говорю, что ты... То есть, даже те же самые деветы, как бы, а потом хоп, как бы, и все уже. То есть, там, и он просто, ну, там... Даже не то, что на голову выше, просто вот он перестает там ошибаться, там, где он там всегда ошибался. Он перестает какие-то давать там поблажки. Вот. Что, в принципе, было естественно. Он перестает принимать, условно, какие-то, может быть, сложные решения, начинает практичные. Или наоборот. Ну, это как бы, это все чувствуется, когда ты с человеком уже раньше играл. Условно же, с пемом я не играл столько, чтобы понимать, что это, как бы, то есть, что это за шахматистик. Ну, ты вообще редко играешь с 2600? Ну, это... Ну, я вообще редко играю в последнее время. То есть, я вот играю... Ну, так получилось, что вот эти турниры в онлайне, и вот гранд-честур и какие-то турниры цикла. Это, наверное, не есть хорошо, но... Ну, почему? Нормально играешь, так бережешь силы туда-сюда. Есть важные и неважные, наверное. Не, это есть такое. Это есть такое. Но, по идее, как правильный такой майндсет, что, как бы, самая важная партия, это следующее. Ну, это понятно, но... Так говорят на пресс-конференциях обычно футбольные тренеры. Самый важный матч следующий. Завтра, да. Завтра самый важный матч. Слушай, скажи, пожалуйста, ну, вот... А зачем я вот тебе это спрашивал в личном общении? А зачем вы тогда играете онлайн? Там деньги хорошие или что ли? Просто поиграть хочешь? Ну, если ты играешь, то каждую партию вообще не понимаешь, что происходит. Это как ходить... Я извиняюсь, как ходить в казино. Вот мы в Тбилиси ходили в казино. И все, что знаешь, вот статистика там не работает. Просто не работает. То есть, ты можешь сто раз сколько ставить на красный, будет черная. То есть, там ничего не работает. Даже по ческомовским меркам. Вот так и здесь. Я бы просто не ходил. Ну, не играть онлайн. Зачем это нужно? Или это все-таки какой-то кайф. Какой-то вокруг этого шум идет. То есть, что происходит? Ну, просто смотри. У тебя есть объективная возможность. То есть, раз в неделю сыграть. Ну, возьмем вторники. То есть, можно играть какие-то матчи в интернете. Неважно. Которые, в принципе, не имеют. Играются любые дебюты. Рубятся флаги. Происходит... Условно, какая-то вакханалия. И у тебя есть возможность раз в неделю. Ну, или два раза в неделю. Играть плюс-минус с сильными соперниками. То есть, там, наверное, пару партий с мастерами фиды. Если повезет. Как бы ты их пройдешь. Это без потерь. Это все реже и реже удается делать. Это реально как сапера играешь. Только с таким правилом, что первое нажатие тоже может быть мина. Самое сложное. Да. Поле обычно генерируется. А я видел, как тебя тут в титульном вторнике в первом туре тут красиво, значит... Я даже не могу сказать переиграли, а просто как бы деклассировали. Это где? Тебя, по-моему, в титульном вторнике. И после этого снялась. По-моему, девушка какая-то. И она снялась. Не, она в ничью со мной сыграла. А, в ничью точно. Да, я ее, кстати, немножко знаю. Мы с ней играли, по-моему, в шведке в Сент-Луисе. Она, мне кажется, там учится в инвестите Сент-Луиса. Она говорит... Ну, у меня что-то было... Я потом даже смотрел какой-то там нарезок на твиче. На нарезку. И меня говорит... Ну, как? Я вот... У меня вообще там лекция была. Я сидел что-то с айпадом. Ну, думаю, зашла там. Во вторник. О, смотрю. Я, ну, нифига себе. Ну, что-то я сыграла. Да, как-то. А дальше лекция? Да, ну, дальше уже... А времени-то уже... Такое же настроение, такое же хорошее. Ну, почти обыграла. Лучейка. Она запостил табличку, где она на первом месте. Только она ничего сделала с очень сильным шагматином. Не знаю. На первом вряд ли. На первом нужно выигрывать. Но она именно... Ну, на каком-то там, да, она была. Да. А, или она кого-то другого обыграла. Она сыграла в том турнире. Я потом смотрел. Одну партию она сыграла. Потом она... Да, она же снялась сразу. Да, конечно. А зачем? Ну, да. Ну, так с этим как? Я не понимаю. Да никак. Удовольствие. Ну, не. Удовольствие, что если турнир сложится относительно вменяемо... Ну, даже ты проиграл в первом туре. Вот я там проиграл в первом туре. В вечернем вторнике год-неделю назад. Выиграл потом семь подряд. И типа все равно за что-то боролся. А удовольствие... Ну, просто ты соревнуешься с довольно сильными соперниками. То есть, у тебя есть возможность, грубо говоря... Не, поиграть я понимаю. Раз в неделю поиграть, посоревноваться. Ну, как-никак. Это все-таки турнир. Все-таки турнир. Ты играешь, если не с одним и тем же соперником матча играешь. Зарабатывая по пунктику за каждую победу. Как и кару. Ну, и в конце есть какой-то приз. Ну, условно, ты два часа сидишь перед компьютером, играешь в блиц. Ну, в конце, если ты выиграл, ты сколько получаешь? 500 долларов? Тысячу? Не такие маленькие деньги, на самом деле. За два часа. Ну, условно. Мне кажется, какие-то лиги, кроссмейстеры, порядка первой тридцатки... Ну, не супер, не десятка. Ну, мне кажется, это вот средний балансный тариф. Одна партия в лиге. Ну, типа, там, не знаю, российская лига, бундеслига. Я не знаю, там везде свои цены у каждого, понятно, что. Но вот я очень долгое время играл за командой, типа... Играл за команду Сибирь, например. Как это называлось? Вот это было порядка... Твой рабочий день, грубо говоря, прийти сыграть партию. Но это рабочий день. Ты приезжаешь, ты готовишься, ты играешь одну партию в классику. Ну, неважно, с кем в данном случае. Он оплат за твое время. То есть, у кого-то меньше 500 тысяч. Понятно, что там... Крамник, я не знаю, люди из первой десятки получали гораздо больше. Я в какой-то момент тоже начал, чтобы примерно отказаться от каких-то предложений, я им примерно, не знаю, заряжал X2 и X3. Я говорю, о, отлично. Я говорю, о, извините, вы мне ответили на пять минут позже. Я уже согласился на что-то другое. Вот. И вот ты играешь два часа в Блиц. Это и развлечение, и какой-то адреналин, и какой-то... Блиц-турнир. Ты играешь из дома. То есть, не знаю, или из кальянной. Нет, я плюсы все понимаю. Но есть и минусы. Ну, минусы, что тебя мог где-то по дороге обуть. Как вот Владимир Борисович, например, он крамник, он борется с читерами, кричит, вопит и переживает страшно, тем не менее, каждый вторник играет. То есть, он играет, чтобы испытать эти эмоции, что меня обманули. Конечно, ему нравится. Я думаю, что прежде всего, ему нравится играть. Очень нравится играть. Да, особенно, когда это есть не просто какой-то матч, а соревнования. И я думаю, что он на самом деле не так уж не прав в том, что он говорит, но опять, его методы довольно спорные. То есть, он использует какие-то, я не знаю, скажем так, странную систему вычислений, но получает, я думаю, что местами довольно правдоподобный результат. Но я думаю, что у него есть ощущение его. Ну, ему как бы нравится. Вот сейчас вот я прочитал новость, что он будет играть матч с Андреем Исипенко, например, да? Скоро. Ну, здорово. Отличная мысль. То есть, это вот... Не знаю, будет ли это во вторник. Не будет ли как бы как это... Клэши. Да, не наложится ли одно мероприятие на другое. Да, да, да. Вот. Но... Кстати, подожди. Сегодня 12-е. 14-е они играют, по-моему, нет? 12-е. Я видел 17-18-е. А, 17-18. А, ну да. Как раз там это 18 воскресенье будет. Ну, вот. Видишь, нормально все это. Не, он... Понятно, что он хочет играть в шахматы. Не, понятно, что с выводами... С выводами его... Ну, все-таки, понимаешь, у него уже совсем перекос идет по Морозевичу. То есть, 2-4, 3-4, 5-4, 6-4, все четверо. Ну, знаешь, как говорится, а что если ты прав, а они нет? Не, понятно, что когда проиграл партию, даже не важно, мастеру Фида, не важно, международному мастеру. Сразу говорит, ну, раз проиграл, то все. Это, наверное, слишком. Но, мне, например, кажется, чисто по вероятности, что в течение четырех туров я играл с двумя людьми 2-300. Просто они оба играют ничуть не хуже меня. В целом, обе партии. И в конце я что-то там, условно, зеваю или как-то играю на победу и проигрываю. Мне кажется, что небольшая вероятность, что они оба играли честно. Небольшая. Может быть, как бы честно, а может быть и нет. Но, как бы это совершенно нормально же, да? То есть, для таких людей где-нибудь просто даже за призы не бороться, где-нибудь кого-нибудь обыграть, потом показать партию. Я вот еще не понимаю вот этого. Я с Эриком это обсуждал кулуарно, так сказать. Это не вошло в эфир, к сожалению. Вот я не понимаю просто вот эту статистику, которую он говорит. Два с половиной с той стороны, два с половиной с той стороны. Но в шахматах, мне кажется, это не работает. Это бы работало, если в партии был один ход. Если ты играешь в партию 60 ходов с 2.300, а ты 2.770, ты участник двух матчей на первенстве мира, победитель двух турниров, претендентов и так далее, и так далее. Ну, не может быть такого, что он делает 60 ходов так же, как ты, хороший. Просто такого не бывает. Иначе бы у него тоже было 2.700 с чем-то. Да. Вот как бы. Поэтому эти проценты... Это как-то good point. Они просто здесь не имеют... Опять же, вот один ход, ему там дай 10 секунд, давай, делай. Он бах, вдруг там плюнул какой-то хороший ход. Но второй он уже не сделает просто. Я примерно представляю, что такое 2.300. С небольшой вероятностью, да. Ну, 2.300, ну, это очень слабый шахматист. Про рейтинг, кстати, это отдельный разговор. Потому, что сейчас реально всякие опены в Индии, в Бангладеше, еще где-нибудь. В Казахстане, видимо, тоже. Что огромный такой, как бы, пик интереса к шахматам. Очень много новых шахматистов, как бы, там, юных. И они, как бы, с рейтингом, ну, там, 2 тысячи, там, играют, может, в силу уже там мастера. Да, да, да. Как вот я вот сейчас сыграл. Ну, то есть, может быть, он играл, как бы, ну, понятно, что не на 2.600. Ну, может быть. Ну, сейчас я играл на турнире в Самарканде. Я в втором туре сыграл. Ну, в первом туре как-то играл с Михаилом Брякиным. Ну, это был в Рапид, в Рапид. Да, ну, как-то какая-то была там партия в Каталоне. Ну, там, беды крепко стояли. Там ничего, получилось. Окей, играю в вторую партию. Какой-то мальчик, рейтинг 2 тысячи. Думаю, окей. Мальчик, ну, меня, как бы, там, полностью переиграл. Я как-то, ну, так, переиграл в том плане, что, как бы, ничего делал, держал с комфортом. Я, в итоге, не пошел в разноцвет, куда-то там отдал, там, что-то ладью за пару шахов. Он нашел сильнейший ход, после которого это действительно пара шахов, а не что-то другое. И потом согласился на три-кратные повторения. Ну, у меня очень странные остались впечатления. То есть, я посмотрел, зашел на сайт Фида и посмотрел его рейтинг. Ну, типа, 2 тысячи, типа, 2 сто. Ну, сейчас же рейтинги очень неадекватные. Я говорю, что, как бы, вот, нынешняя, как бы, вот, оценка, там, 2 300, как бы, особенно у молодых шахматистов, наверное, там, 2 300, 2 100, 2 тысячи, это, как бы... Ну, это, кстати, тоже большая проблема шахмата. Они опоздали с рейтинговой реформой просто. Так они, мне кажется, провели, как раз, реформу обратную, которая, вот, была призвана к дефляции, как бы, да, какую-то дефляцию устроить, а в итоге, ну, реально, вот, там, сейчас они же, вроде, отменяют обратно, как бы, да, там, ну, 0,8 за парчу добавляют. А, да? Да, должны были с 1 января, а сейчас 1 марта перенесли почему-то. Но это проблема, реально, ну, у многих профессионалов, которые играют именно большое количество опенов, они теряют совершенно безбожный рейтинг. Конечно, потому что они играют с теми, у кого маленький рейтинг, а играют с 7. Даже не поэтому. Поэтому они не получают никакой рейтинг за победы над славными соперниками. То есть, раньше ты получал 0,8 за каждую победу, а сейчас ты получаешь 0,8 за одну партию, и со следующей партией подряд ты не получаешь ничего. Вот сейчас, мне кажется, кто-то мне что-то видел пост, что Максим Чигаев набрал 8,5 из 10 в лиге какой-то, да, вот в Бангладеше, и понизил рейтинг. Ну, как бы слабенько выступил. Мог бы сильнее понизить. Мог бы сильнее выступить. 10 из 10. Мог бы, да. То есть, ну, в общем-то, такие дела. Не, проблем много, да. То есть, ну, когда мы говорим о том, что человек там играет, условно, только в интернете, у него какой-то рейтинг там, вживую там, условно, 2 200-2 300, и это не какой-то, ну, не знаю, вундеркинд, вот ты все время что-то там напираешь на какого-то мальчика там турецкого, да. Ну, как бы, окей. Я помню, что я играл, наверное, мне было лет 15-16, у меня это было там на сети там типа 3 300-3 200, да, то есть, я как бы играл очень прилично, там, ну, наверное, я в десятку не входил на сервере, но там в двадцатку, в тридцатку точно я прям очень много времени проводил. Это как бы я могу в это поверить, да, что там какой-то вундеркинд, там, да, потому что... Ну, я вот сам играл с этим пару партий, вот этот Фаустино Оро. Фаустино Оро, да. Да, я с ним сыграл пару партий, ну, он играет как-то там слабенько, но как-то, ну, как и все дети там видят там тактику, куда там фигуры прыгают, да, то есть, там, у него там 2 800 час кома, почему бы и нет? Ну, то есть, там кто-то там сыграет, словно, там, погребщика, как старый дед, как я, там, да, и фигуры никуда не прыгнут. А у кого-то, ну, кто-то не заметит, он прыгнет и партию выиграет. Вот, и ему там только 11 лет. А что такого-то? Ну, там в 12 лет, ну, там, Миша уже там 2400 фиде имел, например, в 12 лет. Мишра. Мишра. Который вот, да, гэсмейстер, вот, самый юный гэсмейстер в истории. Это как бы, ну, это же по-своему даже нормально, да, то есть, это просто там, ну, они раньше начинают заниматься. Я вот в 12 годах, у меня вот появился мой ноутбук в 12 лет. То есть, я вот смог там постоянно с базой работать, например, да, с шахматной. До этого я там, ну, с книжками, с картотекой, как бы, да. Не сильнее тебя играть в 12? Ну, я думаю, сильнее, чем меня тогда. Ну, у меня был мой первый рейтинг, две, в 10 лет я получил 2,240 примерно. Лет в 12-13 у меня было почти 2400. То есть, я так довольно как бы рано как бы уже там рейтинг начал повышать. Ну, примерно такой же был у Ильдара Харюлина, у Димы Андрейкина, у Карлсона был похожий рейтинг, да. Там у Вани, по-моему, Попова тоже был похожий. Так что это не было какой-то, что я там прям один такой классный как бы, да. То есть, там Кривобородов, он тоже был высокий рейтинг. На год старший, правда, да, точно. Вот не все как бы стали там, условно, суперпрофессионалами, не все там стали семисотниками, но это совершенно нормальная история, что как бы там в юном возрасте какой-то появляются какие-то способности. То есть, ну, тем более, что человек там с детства в интернете шпилит уже. Слушай, ну, я же про турецкого мальчика на самом деле говорю, я же как эхо Крамника иногда выступаю. Да, это... Крамник сказал, я там... Турецкий мальчик, 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 мальчик. А был ли мальчик? Да, был ли мальчик, да. Ну, я не знаю, я просто не понимаю, как... А у тебя есть какие-то вот, что делать с этим онлайном-то вообще? То есть, надо вводить... Ну, вот эти вот там аппы, ну, это в смысле апплет, который ЧСКом хочет сделать, эти хамеры. Ну, как-то хотя бы что-то-то можно делать. То есть, так же нельзя просто жить, как сейчас. Ну, смотри, я опять там приводил пример каких-то партий. Просто даже не в турнирах есть такой там товарищ, по-моему, какой-то у него никому, типа Ману Давид, в районе 3000 ЧСКома. То есть, у меня с ним статистика, ну, немножко в его пользу. Ну, почему в его пользу немножко? Почему немножко? Что он играет позицию... Ну, вот несколько партий со мной было где-то примерно абсолютно выигранной. Там плюс три, плюс пять. И потом делает ничью. Иногда повторением, иногда предложением. В всякий случай, да? А я не знаю, ну, в чем смысл? Ну, там, ладно, ты уже сыграл гениальную партию, ну, там, не знаю, ну, поставь там мат два хода. Нет, там, мхатовская пауза и какое-то повторение. Окей. И я, как бы, говорю, ну, это не странно? Говорит, да, 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 офигеть. Говорит, это, говорит, странно, да. Ну, и он, как бы, до сих пор играет там благополучно, как бы, то есть, это вот... А чего они не банят никого? А я не знаю. Я вот не могу, честно говоря, понять. Ну, так есть очевидные... Ну, условно, вот этот, который там, вот, который я приводил пример, он, значит, ну, мастер фиду, но он, я не видел, чтобы он ни разу играл в титульниках, как бы, он, видимо, никогда не играет в призовых турнирах. Ну, как бы, он... От него, может быть, такой, ну, как бы, пользы немного, но и вреда почти никакого нету, как бы, да? Он где-нибудь там, не знаю, кого-нибудь там, ну, на 10 пунктов обует, ну, и нормально, как бы, да? И вот такой жук-караед. Вот. Не, ну, просто, чтобы забанить за какое-то, ну, не знаю, там, за дело. Ну, я помню, у меня какая-то партия была. Давно-давно, может, год 18-й, я ее даже вот нашел, там, скинул, как пример. То есть, я с кем-то сыграл, там, типа, центральный дебют, там, до Е4, до Е4, и человек, как бы, всю партию, там, ну, сейчас там accuracy рисует, там, сейчас accuracy 99 он сыграл со мной, он меня обыграл, а за партию до этого или следующей партии он еще обыграл Домингеса. Вот, тоже из какой-то безнадежной позиции обыграл Домингеса, в какой-то момент включился, как бы, да, на полную. И его вот забанили, как бы, да, за это, как бы, то есть, но это, допустим, человек там 2400 ческома, какой-то там мастер-фиды из Армении. Вот, ну, может быть, за такое банят, как бы, да? А если просто ты это, не знаю, там, делаешь, ну, там, ну, не фулл-тайм, как бы, джоп, ну, а вот что, ну, я вот сыграл хорошую партию, ну, что там, ну, пристрелите меня теперь, как бы, что вы, забаните меня. Тяжелая история. То есть, не, ну, просто к этому уже, видимо, надо относиться, как бы, спокойнее, да, потому что, ну, вот, я тоже с Вашьером на эту тему разговаривал несколько раз, он говорит, ну, а что, как бы, то есть, ну, да, да, нет-нет, как бы, то есть, ну, что такого, то есть, там. То есть, ну, по большому счету ничего не разыгрывается, ну, понятно, что там, особенно, когда там что-то пришел, там, постримить, вот, там, сейчас я, там, это самое, вторник, сейчас сыграю, покажу, ну, там, я какой-нибудь, там, в первом же туре тебя уже, там, отдуплили, как бы, разочек. Ну, просто, как бы, доигрываешь уже, ну, как бы, ну, стрим, не знаю, там, ну, монитор разбить, я не знаю, там. Как Ханс разбил номер несчастный. Да, да, да. С Хансом знаком? Ну, немного знаком. Что он за персонаж вообще? Ну, странный какой-то парень. Ну, не самый, скажем так, приятный, там, интеллигентный всех, кого я встречал, но, опять, это все люди разные. То есть, он, мне кажется, как я понимаю, лет с 16 живет плюс-минус один. То есть, из того, что он тоже рассказывал, да, то есть, он, там, немножко на своей волне, то есть, там, да, вот, ну, он такой, как бы, там, со знаком плюс или минус очень харизматичный, конечно, как бы, да, то есть, там, вот, как он себя, там, преподносит, условно, в этих, там, в интервью и везде. Вот, но он, ну, опять, там, я бы, наверное, опять, ну, дружбу с таким человеком не заводил, да, то есть, одно это мои, как бы, там, предпочтения. А как шахматист? А как шахматист... Извиняюсь за вопрос. Ну, по-разному играет, знаешь, то есть, это вот... По-разному, да. Виконзей был один шахматист в Агребе, другой шахматист в Агребе, ну, какой-то, там, я не знаю, космический совершенно уровень, там, игры, ну, то есть, надеюсь, что все было, как бы, чисто, но партии, там, ну, как бы, на любой вкус, как бы, да, то есть, там, из разных можно, там, сделать несколько сборников, как бы, да, и вот в каждый сборник упадет по одной из партий, да, что там, хорошая атака, техничный эндшпиль, там, тонкий митый шпиль, как бы, да, то есть, там, ну, то есть, там, ну, на любой вкус такие были победы. Это где он восемь с половиной из девяти? Восемь из девяти, там, была одна шотландская, один Берлин, все-таки, вот, призвали к порядку. Дважды, но, ну, девять из девяти было, мне кажется, многовато, да. Но, как бы, ну, там, вроде, что была там задержка, какой-то был, там, досмотр, да, и там потом, ну, участники потом, конечно, реагировали, так это... Болезненно. Ну, никому не нравится, как бы, то есть, это... Ну, вот, ну, и, в принципе, и не должно, наверное, нравиться, что вот такое. Ты согласен с оценкой Володи Федосеева, что в оффлайне проблемы не меньше, чем в онлайне? Это вот по результатам турнира в Катаре, да? Когда вот он, как бы, Федосеев, он же Барделебин, да? Он же Барделебин? Ну, это знаменитая же история про Барделебина, что вот он в какой-то момент... Ушел, ушел, да. Да, и вышел из зала, как бы... Это когда он ему там, это, по седьмой шаховал его. Я вот не помню... Да-да-да, это когда Стрениц ему шаховал вот этот Федосеев. Да, в общем, он, как бы, не доигрывая партию, просто вышел из зала, как бы, прочь. Да-да-да. Не выдержал, да. Конечно, не выдержал. Это я не знаю, ну, я не играл... Я очень давно не играл опеной. То есть, из того, что я знаю, так сказать, со слов коллег, которые там были, что, ну, там нету никаких препятствий, как бы, да, чтобы там получить какую-нибудь подсказку. То есть, я вот, наверное, мой единственный кейс игры, ну, почти наверняка с читером, это вот был Аэрофлот Open 2014 или 2015. 2015 я выиграл, значит, 2014. Я играл с шахматистом где-то в середине турнира. Он, ну, я как бы не придавал вообще тогда этому значения. Где-то стою, там, может, полтинник у меня был? А, нет, я одну партию выиграл. Я еще начал с ничьих, потом обыграл, по-моему, Башкарана от Хивана, потом, значит, вот сыграл в ничью белыми с Мастера Фида где-то 2400. Вот он на том турнире набрал плюс три, выполнил норму Гроссмейстера. Потом что-то проиграл Жоу Джан Чао, черный, ну, типа, на победу сыграл резко, ну, дебюта безнадежно. Ну, и как-то доплыл до полтинника. То есть, турнир непримечательный. Но потом я как-то про него слышал, задумался. Что действительно, он, да, мчительно после каждого ухода уходил куда-то там. Ну, на Аэрофлоте это вообще как бы не проблема, да? Ну, там, ну, даром, что как бы ты, ну, прямо за столом телефоном не пользуешься, да? Тоже, наверное, было можно при должной сноровке. А потом я с ним же играл, может быть, спустя год на чемпионате Европы, и черными довольно легко его выиграл в пирце, да? А в этой партии на Аэрофлоте я с ним играл, ну, там, человек там где-то в позиции плюс полтора черными или плюс два по разным там, по оценкам разных специалистов. Он со мной ходы повторил. На всякий случай. Ну, потому что, а что как бы... Зачем обыгрывать такого уважаемого шахматиста? Слушай, уважаемого. Ну, меня как бы повысили, у него плюс два у меня там полтинник. Ну, может, где-то плюс три потом набрал. Ну, в общем, норму выполнил, и как бы хорошо. Вот он сейчас, наверное, тренирует, что он сейчас делает. Слушай, ну ладно, фиг с ним, с читерами все понятно. Скажи, пожалуйста, вообще шахматы изменились за последнее время? Из-за того, что стало очень много онлайна, очень много быстрых контролей. Вот ты сейчас в классику играл Лейканзе, турниры Петенденту, какие-то еще... Ну, видимо, очень изменились, да. То есть, ну, как бы даже вот по-другому. Условно, что хорошая партия, как она выглядела раньше, как бы, да, и как она выглядит сейчас. Ну, скажем так, хорошая партия вот в моем, грубо говоря, исполнении, как я считаю, что она хорошая. И хорошая партия вот, условно, исполнения того же ВАИ, это как бы разные немножко виды программы. Понятно, что там разные стили игры, как бы ВАИ, он там известен, что там какие-то там суператаки проводил, там, да, что там партия с Бурзоном знаменитая. Да, 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 в 2015 году. Ну, такая сочная партия в Шевенингене, да, то есть, это было... То есть, ну... Похода на короля. Да, в общем, ну, как бы, видимо, такой гений, да, все-таки. Вот. Ну, хотя он в какой-то момент, видишь, он что-то почти нигде не играл. Ну, понятно, что пандемия, но он как бы... Ну, у них там страна. Ну, просто с другой стороны, вот я как раз, когда отбирался на первый кандидатский, я вот его сумел обыграть в финале Гран-при в Иерусалиме. Да. Вот, то есть, там... Ну, просто сейчас как бы проблема... Ну, действительно, наверное, Карлсон, это правая часть, что еще проблема, что сейчас дебютные как бы знания, особенно, когда выросла там куча вот МЧС Эйбл, ЧС Муд, ЧСифай, там, ну, миллион этих платформ, на которых любой может получить там гасмейстерский уровень подготовки в дебюте, за, ну, довольно скромные объективные деньги, да, там, условно, ну, 70-150 евро за курс. Да. То есть, это не то, что даже тренера там берешь и там, ну, с ним занимаешься. Ну, просто, когда тебе удобно. Ну, то есть, любой может уже дойти до какого-то уровня, не может быть то, что мы там раньше читали 2.300, сейчас уже как бы... Ну, то есть, 2.300 раньше, 2.300 сейчас, они одно и то же, как бы, да, то есть, там, 2.300 сейчас, это может уже просто хороший шахматист, который там, ну, знает теорию, может, не очень понимает шахматы, но как бы почти там не зевает грубо, да. Вот. И чешет те в титул на вторник, естественно, как бы каждый раз как святой. Вот. И вроде тоже неплохой, ну, как бы, и он тоже неплохой. Ну, вот, кому-то повезло больше. Ну, а сама игра как изменилась все-таки? Ну, опять, ну, в дебюте очень сильно изменилась, да. То есть, там, в дебюте уже... Ну, по большому счету, если там не лениться, то можно как бы там черные партии убивать. Как бы, да, почти. Ну, либо убивать, либо получать там получше. Как бы зависит от того, как соперник там, что он позволяет. Вот. Но, в принципе, ну, оборотная сторона такая, что вот белыми ты тоже должен как-то вот... Выдумать. Очень хитро, как бы, поставить партию, чтобы партия, ну, состоялась. То есть, там, где-нибудь на 25-м ходу все-таки лучше принести новинку. Вот. Ну, и плюс, наверное, ну, не без этого, что поколение шахматистов, которые там больше считают, чем играет, скажем так, по весу, как бы, да. То есть, там, которые не опираются на, ну, какие-то там общие там законы, на какую-то гармонию фигурную. Ну, они просто там посчитали. О, там, позиция. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. О, там, что-то там. Все, как бы, делаю ход, как бы, да. Ну, таких, ну, все-таки довольно много. То есть, на самом деле, вот Фабиано, он был... Ну, понятно, что как бы Фабиано... То есть, не чистый пример, но он был одним из таких, там, из первых. Там, Фабиано. Весли, например, тоже, да. То есть, это, мне кажется, просто каждую позицию пытался посчитать. Да, на счетчике. Вот. Их, как бы, со временем стало гораздо больше, потому что, ну, сейчас, как бы, ну, когда с компьютером компьютерному стилю, да. То есть, там... То есть, я, например, когда учился, я больше как-то, ну, как-то анализы, планы, какие-то слабые поля, как бы, да. То есть, там, что-то вот... Как фигуру перевести. Да. Ну, и это шахматы, и это шахматы, как бы, да. То есть, там, можно... Ну, это, как, я не знаю, как-то вот там перемножать там числа, большие числа в уме, да. То есть, там, наверняка, там, есть существуют какие-то разные лайфхаки, как это делать, да. То есть, кто-то там видит, а кто-то просто как калькулятор, как мозги устроены. Так что, на самом деле, в этом плане интересно. Но проблема, да, конечно, в дебюте проблема, что объективно... Я вот думал, кстати, об этом, что... У нас сейчас талант считается Роман Шакджиев. Восемь лет. Восемь лет, ну, это будет он девять. И я вот подумал, что лет через десять, при среднем течении, да, где-нибудь там. Дай-то бог. Войдет, не знаю, в элиту, рейтинг себе высокий наберет. Я вот подумал, что вряд ли десять лет классика протянет при нынешнем положении. А как она не протянет, если ее не меняют, если ее оставляют? Не, она просто у себя изживет абсолютно. Потому, что компьютеры станут сильнее, курсов станет больше. Как бы там Лондон... Лондон сейчас стал популярен. Ну, его там тоже как бы... Ну, его и сейчас уже ознакомили. Но его там протощат до тридцатого хода, когда нужно будет. Ну, я думаю, что в ближайшие пару лет, может, уже это сделали. Вот. Ну, и в целом будет непонятно. То есть, в шашках же там в какой-то момент была жеребьевка дебюта. Вот. Ну, жеребьевка дебюта в шахматах. В принципе, шахматы Фишера это, отчасти, жеребьевка дебюта. Ну, по сути, да. Ну, да. То есть, там произвольное какое-то положение. Вот, может быть, действительно будет куда-то крен в сторону шахмат Фишера. Ну, и такие некрасивые, блин, так все-таки ужасно выглядят. Ну, а симметрично что поделать, но... Ну, у нас игра гармоничная, красивая. Видишь, как фигуры стоят хорошо. Ну, не знаю. Вот так вот поставь. Уже другая позиция. Она, в принципе, тоже гармоничная. Очень некрасивая. Ну, а ты... Поставь... Непривычно просто. Другое дело. Ну, непривычно. Сразу можно вот так, как бы и так. Ну, непривычно просто. Очень непривычно. Вот. Слушай, ну... Шахматы Фишера, ладно. Я шахмат Фишера не понимаю. То есть, ну, как бы понятно, что можно извращаться как угодно, но это... Какая-то просто другая история. А почему контроль-то у нас не уменьшается? Это только из-за того, что у нас фиды как бы не хочется менять? Ну, потому что очевидно уже, что надо уменьшать. Ну, как-то уже не знаю. Ну, уже, по-моему, это очевидно всем, кто уже даже... Ну, тут смотри. Тут есть две части. Как бы нужно уменьшать. Если мы в главу угла ставим зрелищность и попадание условно в телешоу, чтобы это все-таки... Ну, оперу никто все равно не будет смотреть в трех частях. Я не знаю, в трех актах, в трех действиях, как это называется. Вот. Посмотрят, я не знаю, клип музыкальный, пятиминутный. То есть, это в целом такое потребление любой информации. Тут, мне кажется, важно не столько уменьшать, сколько унифицировать. Потому что объективно это бред, что сейчас они увеличивают какой-то совершенно новый контроль... Для претендентских. На кандидатском. Я что-то так и не понял, что там сто минут на сорок ходов и полчаса до упора. То есть, грубо говоря, два на сорок и полчаса до конца. Но с добавлением 30 секунд с первого хода примерно. А, может быть, там два на сорок и с сорок первого хода добавляется время. Нет, там час убрали, по-моему, вот этот... Нет, убрали третий контроль. Окей, это можно понять. Третий контроль, он действительно, он редко нужен. Он на самом деле редко нужен. Но, с другой стороны, очень редко он встречается. Идет игровой день. Ну, бывает, условно, партия, как там Крамник в Берлине играл. И вот я вот когда-то это комментировал. У меня каждый день, мой рабочий день, был как бы все партии, а потом еще партия Крамника. Два часа Крамника. После уроков ты остаешься, как бы еще показываешь, как он, в принципе, с нулями пяти линиях, он его играет на победу. И в какой-то момент, ну, действительно, где-то победа может прийти. Но не к нему уже, к сожалению. Ну, мне кажется, нужен очень важно, нужен один контроль. И мне кажется, то есть, надо что-то делать с рейтингами. Потому, что, ну, реально, рейтинги... Ну, может быть, пандемия так повлияла. Может быть, все вместе. Потому, что рейтинги, ну, наверное, не отражают реальной силы, да? Не отражают. То есть, рейтинг очень медленно меняется. Я, в принципе, сейчас немножко тоже так почитал про вот проблему тех, кто играет в опенах. Фрустрация, что вот условная элита играет между собой, рейтинг не теряет. Ну, это так. Как бы здесь, ну, а что тут можно сказать, что если кто-нибудь там начнет... Ну, окей, там вот Ферруджев сыграл в опене в Шахтере. Ну, там опен был совсем как бы среди любителей, да? Если бы он сыграл в опене в Индии, сколько бы он набрал, да, примерно, с таким же среди рейтингов? Сколько? Он набрал там в семь, а там бы набрал, ну, там, два. Ну, два, наверное, вряд ли. Ну, ну, шесть, может быть, пять с половиной, шесть, шесть с половиной. Ну, точно уж не сто процентов, мне кажется. Вот. Вот, а вот Домингес, например, играл опен в Сиджесе или где? Не в Сиджесе. А может, Сиджесе, да. Ну, он тоже как бы участвовал в рейтинговой гонке примерно четыре дня. Вот он набрал там четыре из пяти примерно, понял, что он как бы теряет уже пункты восемь и сказал, все, сори, ладно, вот играйте кандидатски без меня, я там все, я там схожу с дистанцией. Вот. Ну, понятно, что это от стиля зависит, от многого зависит, но если там везде проводить масс-старты, то рейтинги очень сильно изменятся, как бы, да, там, ну, условно, год поиграть, не круговики, а только опены. Ну, там тот же самый, там, Qatar Open, там, сколько там набрал Карлсон очков, сколько он там рейтингов там, да, мне кажется, оставил пунктов, ну, наверное, десять. Ну, набрать там уже невозможно. Скажи просто, вот контролем все-таки очень важно. Вот, по твоему мнению, сейчас качественная партия классическая, это какой контроль? Вот контроль Кубка мира, например, полтора часа на сорок и тридцать до конца, и тридцать минут до конца партии, плюс какое-то добавление с какого-то момента. Ну, честно говоря, мне кажется, что вот добавление времени после сорокового хода, это некий, как бы, атовизм уже, да? То есть, что это принципиально меняет, я не понимаю, да, то все равно этот цитнот наступит только там чуть позже. Ну, условно, как бы, там, пауза, там, выйти, я не знаю, там, условно, в туалет, как бы, да, грубо говоря, что там, передохнуть, там, не знаю, попить чаю, может быть, да, но я не думаю, что это что-то меняет глобально при этом, да, то есть, там, если ты, там, в цитноте сидишь на первом контроле, ты, там, будешь в цитноте еще раз, там, окажешься, да, вот, может быть, ну, как бы, мне кажется, фишеровское добавление или добавление от Бронштейна, да, которая, там, компенсация, это, как бы, хорошо, да, то есть, это, ну, все-таки, там, никто не будет, там, не знаю, что там, окровавленными руками, да, так как там Сос Домингеса, блицевать, рубить флаг, как бы, да, вот, но добавление, это, мне кажется, чуть, ну, условно, вот играют, там, вот, новая классика, это была, там, 45 плюс 30 или, там, 45 плюс 20. Нормально? Ну, чтобы не срубили флаг, нормально, как бы, да, то есть, там, ну, это будет полурапид уже, но, с другой стороны, в этом есть, как бы. Ну, позволяют уже современные знания дебюта и шахматы играть в такие шахматы, и, как бы, сохранять уровень бюджетных. Но все равно, как-то шедевров, ну, вот, не наблюдается таких партий, что, вот. Я не знаю, почему, ну, мне кажется, куча интересных партий, вот, мне кажется, была очень интересная партия, там, ну, например, Максадлову Саторов была очень интересная партия, там, ну, она совершенно безумная. А, Максон Лобасаторов, да. Да, оно безумное. Ну, там, прям интересно, какая-то ферзя в центре доски можно было поймать. Ну, реально, пешки почему-то стоят. Я поэтому и спрашиваю, где этот контроль, который сейчас тебе кажется нормальным, современным, который можно было бы один внедрить и с ним играть? Ну, вот час 30 плюс 30, и хорошо, допустим, полчаса после сорокового хода. Ну, хотя, почему после сорокового? Ну, просто потому, что это дань... То есть, час 30 на 40 ходов, 30 минут до конца партии, плюс 30 секунд на первый ход. Ну, например, хорошо. Давай вот так предположим, что раньше... Ну, теория, она была до ходов 10, да. То есть, это, в исключительном случае, ходов 20. Да. Когда вот у нас был этот контроль с откладыванием еще к тому же, да. Вот когда было 2 часа нам на 40 минут. Они творить начинали там буквально сразу. Или 2.30 на 36 ходов, по-моему, еще было, если ничего не... Еще ботейниковский контроль. Да, да. Ну, такой вот какой-то момент. Я бы, честно говоря, делал, может быть, уже не 40, может быть, а 50, там 60, как бы, да. То есть, может быть, 60 многовато, но реальность такова, что ты вот начал партию, как бы, да. С 20-го хода играешь. Да, да. Если ты, как бы, ну, подготовился и там, ну, ничего там, не знаю, не стрелось по дороге, да, что ты там, не знаю, не перепутал, не забыл, там, не удивили тебя, то ты все равно там, ну, 15-20-25 ходов ты, в принципе, можешь сделать, ну, вот, как бы, там, особо не глядя на доску. Ну, то есть, ситуация изменилась, конечно. Да. Может быть, здесь надо немножко там пересмотреть, подвинуть вперед, чтобы чуть-чуть, ну, там, ну, не 40-45, не 45-50. Вот я бы в этом направлении подумал. Если мы хотим иметь второй контроль. Плюс очень важно, чтобы был, ну, единый контроль везде. Чтобы был один контроль для Рапида. Это принципиально важно. То есть, ну, как бы, то есть, Рапида, например, мы играем на Кубке Мира. То есть, там, сначала 25-10, потом 15-10, потом 5 плюс 10, потом еще там 3. Это, как бы, нокаут, я понимаю, но почему, я не знаю. Ну, там, сыграйте матч на 4 партии с одним контролем, например, да, с любым. Но чтобы он был везде. Что вы соревнуетесь не в Рапид, а не в Рапид, потом Рапид покороче, потом Блиц, потом Блиц покороче. Там, типа, играется Блиц, ну, 5 плюс 5 или 5 плюс 3, а потом 3 плюс 2. А потом, по-моему, сейчас Sudden Death Game, это не Армагеддон, а просто ты его играешь до первой результативной партии сейчас. Он тоже, например, просто полный-полный бред, если честно. То есть, уже лучше Армагеддон. То есть, это хотя бы там... Ну, это, наверное, лучше, чем парные такие партии там, ну, белыми-черными, да, то это вообще может затянуться это какой-то матч, там, известно Трегубова, который игрался там с кем-то. Или Малахова, или Трегубова, но они играли до 12 ночи там с трех и закончили там, типа, в час. Вот. Ну, чтобы это был один контроль в Blitz, один контроль как бы в Rapid, один контроль в классику. Это очень важно. Это очень важно и для, там, ну, спонсоров, опять же, как бы, да. Чтобы тут мы играем 7 часов, второй контроль, тут мы играем контроль фида, тут мы играем... Нет, конечно, но это я... Один Rapid, тут другой Rapid, тут мы играем с добавлением, тут мы играем с... Ну, хорошо, что, например, организаторы Grand Chess Tour, они отказали все-таки от контроля, ну, вот, с Бранштейновского, да. То есть, это не очень удобно, когда ты играешь везде контроль один, а в конце ты играешь вот условно на трех секундах. Это чуть более зрелищно. Но окей, этот контроль имеет право на существование. Но должен быть один, универсальный. Но там играется, например, в Blitz, по-моему, не 3 плюс 2, а 5 плюс 2. Если ничего не путаю. Да везде свои контроли. Да, вот это как бы, ну, не знаю. Представить, что кто-то будет играть в хоккей, я не знаю, в 20 период. Кто-то будет в 18. То есть, в хоккей там есть свои особенности. Там есть площадка финская, американская. Вот есть наша. Но наша уже мы ее не используем. Мы играем на финской. Она чуть побольше. Поэтому, типа, НХЛ смотришь, там много зрелищнее. Там просто меньше, все быстрее происходит. И так далее. Ну, вот не знаю, с чем сравнивать. С теннисом сравнивать. Но в теннисе такого нету все-таки. Там ни в большом, ни в пентгенде. Ну, там есть два контроля. Три сета и пять. Нет, три сета и пять. Как бы, да, окей. Ну, три сета это для таких турниров. Проходных. Пять сетов для большого шлема. Как я понимаю. Но ты считаешь, что классика должна оставаться, да? То есть, условно говоря... В том или ином виде, да. Условно говоря, разыгрывать, например, турнир претендентов две партии в рапид, это too much, да? Ну, 45 плюс 10. Ну, это немножко другая игра. Это другая подготовка, да? То есть, это тут уже вот как-то практические... Практическая сила будет на первые... А, вейдер практики, да? Практики они просто будут... Боимся практиков, да? Будут разрывать. Ты не представляешь, насколько. Лучше играть какой-нибудь один дебют. Ну, крепенький, но немножко туповатый, но крепенький. Вот сейчас, кстати, очень хорошая схема появилась. Например, играют уже итальянскую не с основным на ц5, а с основным на е7. Вот, за защиту двух коней. Да, там очень мало теорий нужно знать. Ну, единственное, что конь g5 надо выучить, ход какой-то. На f7 напали. Но там отсекает очень большое количество, скажем так, самые разные теории, разных планов. Слон g5, опасный план за белых в итальянке и так далее. А сейчас становится слон на е7, и в принципе, ты унифицировал себе целый дебют. То есть, ты условно играешь тут, ты играешь слон не е7, там ты играешь, допустим, не знаю, Берлин или Маршалла. Ну, неважно, к чему душа лежит. И в принципе, доход е4 закрыл. Ну, там какой-нибудь королевский, это шутка как бы. Там шотландский выучил, еще что-нибудь. Четыре коня они и так получаются. Ну, все. И реально этот вариант, он маленький, он очень практичный. Ну, его, кстати, Дубов играет сейчас. Очень много Дубов, Абзаторов тоже его играет. И вот он шикарные результаты в нем показывает. Близ с рапид. Потому, что он просто получает чуть-чуть похуже, но незначительно. Он просто знает свой план, знает, что делать. Кстати. Кстати. В отношении Дубова. Так. Что этот... Что? Конь в три, конь в шесть? Да. Вот это вот. Это что было? Это вообще не очень... Для тебя последних лет очень не характерно. Я бы не удивился, если бы увидел это лет десять назад. Но сейчас я был поражен. Это бери больше. Не, а почему поражен? Ну, я на самом деле... А что случилось? Да ничего не случилось. Ну, как я там... Ну, во-первых, в целом был далеко не лучший турнир вообще. Ну, там я что-то приехал полубольной. Там еще это самое. Вот. Дальше пауза, про которую все уже говорили. Ну, на мой взгляд, это просто шутка. Как бы дайте какие-то паузы. Ну, там полтора часа между туром и следующим туром. Между турниром в Бритц. Это мое почтение, как бы, да? То есть... Вот. Ну, и в целом, понятно, что как бы, ну... Как это? Раздражение, оно постепенно накапливается, как бы, да? То есть, это все-таки был какой-то как бы протест против реальности, да? Ну, не то, что как это мне показало, что это прямо суперкруто или суперважно сделать. Но, как бы, я там примерно приходил, полушутку говорил, что ну, что там... Типа, реми? Как бы, да, как говорится? Вот. То есть, я причем что-то... Ну, как бы, там, ну, на самом деле, полушутка полусерьезно. Потому что, ну, что, я черными перехожу, а белыми у меня был по плану Королевский Гамбит. Я вот там выиграл несколько партий, да? А черными, ну, вот хорошо, ничья, отлично, ничья за счастье. Вот. А до этого, мне кажется, как раз там была партия у Дани там с Артемиевым, да? Да, что там... Артемиев его в зал не пускали, поэтому он как бы опоздал там на полторы минуты на партию. Вот. Он говорит, ну, говорит, ну, там... А давай это самое вот тебе как вообще организация, ну, и так далее. Ну, действительно, организация не очень. Ну, человек там хочет такую ничью сделать, как бы, то есть, это, допустим, ну... Как бы, ну, не просто, как бы, ничью, как бы, ничью некоторую со смыслом. Как бы, не просто, ну, условно, там, тур пропускаем, да? Вот, опять, то есть, кого-то это, ну, опять, чувство верующих, как известно, да, их легко очень оскорбить, да? То есть, вот, чувство фидома, видимо, оскорбили, да? Поскольку, ну, я так понимаю, что Сутовский и компания, они считают, что как бы шахматы это они, а они это шахматы, да? Вот, отчасти. Вот, что раз вы так к нам... Ну, наверное, раз мы проводим для вас турниры, вы вот так вот обошлись, с чемпионат мира, да? Вы шахматы не уважаете. Вот, как бы, вот. Лично. Лично ты, Ян. И ты, Даня. Ай-яй-яй. Вот, но, как бы, по иронии судьбы, сама по себе, ну, ситуация, она не то, что там яйца выеденного не стоит, ну, как бы, окей, там, есть такое наказание, там, да? То есть, там, можно, там, можно, там, из-за турнира, там, не знаю, как это выкинуть. Не, ну, наказание, мы могли штраф. Можно штраф, можно такое, можно жёстче. В моменте мне казалось, что это очень странно, и я был тоже как-то недоволен. Так, и мне сейчас кажется, что это очень странно, особенно, когда там уже там сыграли, там, жеребёвка уже прошла, ещё следующий тур сыграли, как бы, и вот тут-то, окей? Тут-то мы вас и оштрафуем. Ну, можно было на следующий день, там, да, слушай, что-то вы нам не нравитесь, там, плюс секунду. Я имею в виду, что мне в моменте очень казалось странным то, что вы сделали, потому что, ну, я тоже был в расстрёпанных чувствах с тем, что я 7 часов провёл в эфире. Правда, скрамником, ну, это хотя бы хоть как-то, ну, из этих 7 часов, меньше 2 часов была сама игра, то есть, я 5 часов сидел просто и как... Не, ну, это нужно искусство, как это... Организация шахматных соревнований. Энтерпренёра, или как это называется? Нет, энтерпренёр, это бизнесмен. Так, а как это? Это, как ты имеешь в виду, это конферансье. Конферансье. Конферансье, да-да, я этим и занимался. Энтерпренер, это, мне кажется, конферансье. Я вот недавно изучал с гугл-переводчиком. Энтерпренер, это что? Энтерпренер? Это конферансье. А, по-русски просто энтерпренер переводится. А мне кажется... Нет, это бизнесмен, мне кажется. Ладно, это как бы такой спор языка знаний. Я и не то, и не то, поэтому... Хорошо, ну, в общем, да, это нужно, ну, как бы... Тут нужно быть это самое невозрастным, как это... Израильским блогером. Просто блогером, невозрастным блогером, а нужно быть таким, это более с подвешенным языком. Ну, не, ну, в целом просто организация, ну, вот я не знаю, там, по-моему, много было хайлайтов. Вот для меня вот еще, мне очень понравился хайлайт, как в последнем туре Блица, Карлсону не понравилась жеребевка. Это вот, это шикарно. А что точно не понравилось? Ну, сейчас объясню. Значит, жеребевка, что... Ну, как правило, как это делается в швейцарке? Когда ты играешь партию, там, белыми, и у тебя там самый высокий рейтинг, там, условно, или больше всего очков, у тебя автоматически, у тебя приоритет на замену цвета. Ты играешь черными. Да. Поэтому ты играешь черными, следующий играешь белыми. То есть, это, ну, когда у тебя очков поменьше, тебя могут куда-то повысить, понизить. Может быть, конфликт, что несколько там цветов там подряд. Ну, условно, у тебя две черные подряд. Поэтому ты следующий автоматом играешь белыми. В исключительных случаях бывает, что ты играешь три черные подряд, но это там примерно, ну, как, скорее, как мат погрешность. Вот, всегда есть жеребевка. Так вот, Карлсон, он сыграл, по-моему, предыдущую партию белыми в ничью с кем-то, или не в ничью, или выиграл, ну, неважно. В двадцатом туре. И, значит, в двадцатом туре он играет с Сараняном. Черными. Да. А до этого он играл... А, нет, а вот до этого он играл черными. Вот в чем фокус. Он играл черными, и в двадцатом туре его тоже поджеребили черными. И, как бы, все уже сели. Примерно объявляют начало тура. Он говорит, подождите. Минуточку. Минуточку. Подбегает этот самый суровый арбитр. Говорит, а что-что? Не хочу. А какого хрена, говорит, вообще? Я не понимаю. Говорит, я отыграл... И сейчас, говорит, у вас, говорит, ошибка. Пошли проверять. Они побежали проверять. Ну, как бы, то есть, там все сели. Ой, извините, нет, не начал тура. Еще там сидим минут пять-десять, пока он убежит. Прибежит и скажет, нет-нет, никакой ошибки нету. Что-то, как раз он что-то так повозмущался, как бы, да? Ну, примерно окей. То есть, кто-то, может, уже сел, настроился. Кто-то, я не знаю, уже договорился, потом передумал. Ну, мало ли что может случиться. Вот я что-то тоже... На мой взгляд, это просто сюр. Что, как бы, там, ну, человек говорит, что мне не нравится Ну, окей, это происходит годами, да? Ну, раньше еще можно было это объяснить тем, что он чемпион мира. Ну, сейчас он тоже чемпион мира, только по быстрому иблицу, как бы, да? То есть, чемпионства, в принципе, хватает. Понятно, что к нему... Ну, логично, что самое большое внимание приковано. Что его, там, как бы, рвут на сувениры, как бы, да? То есть, это... Ну, с другой стороны, я тоже куда-то вот выхожу там подышать. Нельзя сказать, что я, как бы, тоже остаюсь незамеченным. Ну, да. Там Элифу Биана. И, в принципе, между партиями это... Ну, если ты, там, выиграл, окей, ты, там, окей, в хорошем настроении, ты, там, дашь, там, один-два, там, автографы сфотографируешься. Ну, кстати, не всегда, потому что, ну, бывает, там, партия сложная. А если в плохом настроении, ты, скорее всего, там, что-нибудь, там, не знаю. Постараешься просто в сторону отойти. А в сторону за тобой будет идти, там, я не знаю. Толпа. Ну, как же так? Что же вы такой злой, там, да? В таком... Не, серьезно. Это, как будто, это только из Самарканда. То есть, я в какой-то момент что-то сказал. Извините, я вам, говорю, сказал нет. Говорю, ну, там, типа, там, что вы от меня хотите? Он говорит, пойдемте к девочке. Он очень злой. Ну, какая-то, там, не знаю, женщина пожилая, там, да, такая. Как вот в очереди, примерно, стоишь, как бы, да, там, кто-нибудь тебя, ну, нахамил, и, там, уходишь обиженный. Вот. Не, особое условие, ну, на мой взгляд, это примерно, ну, там, ну, на дистанции туров 20 очко полтора. То есть, это где-то подготовился, где-то ты отдохнул, где-то, я не знаю, кто-то, там, толкался, вот, в буфете, а кто-то, я не знаю, на диване музыку там слушал, да, но это все-таки, ну, не совсем одинаково. И тем интереснее, что, ну, я как, просто я спрашивал в этом году, а вот что там по... Ну, я просто без тренера приехал, я просто, ну, особо это, мне было даже в этом, ну, идея такой. Но я спрашивал все-таки, а вот что, вот там, по комнатам, по Карлсу, они сказали, нет, нет, все, честно, в этом году, там, все в равных условиях. И говорю, о, отлично, наконец-то. Но, вот. Кто-то ровнее. Некоторые, как всегда, ровнее, да. Ну, это не самая большая проблема, если честно. То есть, вот, на мой взгляд, вот, проблема, вот, которая была подсвечена вот про апелляционные комитеты, как бы, да, что там, ну, люди совершенно... Ну, во-первых, это люди из ФИДы, во-вторых, это люди некомпетентные. Как бы, да, ну, видимо, на, ну, скажем так, на две трети из заседавшего состава. Ну, это вечная у нас беда с этим апелляционным комитетом. Вот, ну, не, ну, кстати, я вот помню, что я когда подавал там протест на вот... После матча с Накамурой, что он там... На Пухемера, да. Брался, не ходил, там, лекировку как бы сделал, ну, подал, подал. И там, мне кажется, тоже были, по-моему, в основном, фидешники. Там был глава Азмай Порошвили, был довольно уважаемый, по-моему, ныне уже, не знаю, жив-жив он или нет, с Кубы такой. После Вега? Вот, наверное, Вега, да. И еще кто-то другой. Который еще этот, с Че Геварой в шахмате. Может быть, может быть, да. То есть, ну, вот, там тоже были, как бы, фидешники, но, по крайней мере, там было три, ну, скажем так, что их можно было идентифицировать как шахматистов, как бы, да. То есть, там сейчас вот там был Павел Трегубов, ну, в прошлом довольно крепкий гроссмейстер, как бы, да. Вот, иногда еще играет. И два человека, я, честно говоря, даже не знаю, какое они имеют отношение. Там были резервные члены, это Сутовский и Дана Резнице у Зола. А еще двое были, вот, один, по-моему, из Кении. Шахматист ли это, я не знаю или нет. А второй из Саудовской Аравии. Ну, может быть, тоже он когда-то раньше играл, но это было, скорее всего, еще во времена Очакова и Покорения Крыма. То есть, я его, ну, лично, скажем так, не знаю. Вот. Так что, бог его знает. Ну, вот это, мне кажется, тоже важный момент, да. То есть, там тоже использование каких-то там, как это, статьи там, don't put just in interdict repute. Это, ну, примерно. Неуважение. Это вот как неуважение, не знаю, к Сутовскому, примерно, можно классифицировать. Это, несомненно... А это хуже, чем неуважение к Шахматам. Так это вот... Это фатально. Это фатально. Это оно и есть, как бы, да. Вот. Ну, то есть, в целом, да, то есть, можно, конечно, там это посмеяться и забыть, как бы, да, но тогда, наверное, ничего не изменится. То есть, так, на самом деле, даже хорошо, что даже там через скандал, даже через какой-то там протест, какие-то моменты они, ну, по крайней мере, попали в поле зрения, да, что там какие-то хотя бы есть там мнение одно, мнение другое, там, прав, неправ, уважаешь, не уважаешь, ну, хоть что-то начали обсуждать. В принципе, сейчас уже, видимо, закончили обсуждать, да, что-то все уже все забыли. Вот. Сейчас в шахматном мире, как в любой другой деятельности, проблема, что что-то происходит, на следующий день все уже забыли об этом. Ну, правило одной недели, или как это называется, что там вот, если неделю что-то не освещают в СМИ, что уже, сейчас быстрее, да, уже? День. День, ну, да. День нет, умерло, все умерло. Я поэтому и говорю, что, я не знаю, партии запоминаются, мне кажется, сейчас только шахматисты. Может быть, раньше так было, но раньше все-таки, знаешь, было как? Ну, как была устроена шахмата жизнь, когда я пришел в шахматы в начале 2000-х годов? Турнир, да? Линарес, например, это событие вселенского масштаба было. Сейчас люди не понимают, что это такое было. Каспаров будет играть партию с крамниками. Да-да-да. Мать моя женщина, там они играют, рубятся все. Заканчивается Линарес, все там едут играть в Монако, но при этом 2-3 месяца идет анализ того, что дало шахматное богатство, которое подарил нам Линарес. Потом там Тортмунд, следующий большой турнир, а он летом, в июле, условно, и осенью еще какой-нибудь турнир, где-то опять смотр сил. Виканзе, я забыл, что в январе. А, и Виканзе в январе, да. Но Виканзе в январе он такой был, знаешь... Не-не-не, это уже важнейший всегда. Виканзе как раз такой, мне кажется, последний. Там в 2002 году выиграл Евгений Ольгизович. Ну, вот. И тут-то турнир пошел ко дну. Не, но он не всегда был элитным, скажем так, турниром. Мне кажется... Ну, Виканзе, ладно. Я говорю, что элитный... Ну, не Линарес. Линарес, он был все-таки такой, как бы... Вообще чемпионы люди из первой десятки садились за доску в среднем раз в месяц. Ну, в среднем так взять, если по итогам года. Может быть. Да, раз в месяц. А сейчас они садятся за доску раз в среднем, мне кажется, раз в день. Объективно все играют бесконечно. Поэтому просто огромное количество... Как воспринимать? То есть, условно, раньше, чтобы получить какую-то информацию... Я не говорю, что это плохо. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что это так. Нет, просто времена изменились. Что сейчас это... Ну, допустим, у нас есть шахматы именно до турнира. Есть какое-то постоянное реалити-шоу. Что там кто-нибудь, я не знаю, какой-нибудь там... Ябранс появится, Аня что-нибудь в титре напишет. Я не знаю, кто-нибудь там ответит. Ну, это ладно. Это как бы... Детский сад несется. Да нет. Это довольно важная составляющая. Это основной информационный... Ну, как шахматы стали популярны. Что вот вышел сериал. И они стали неожиданно супер популярны. Ну, фиды там и близко не было. То есть, там была пандемия плюс сериал. Ну, да. И колоссальный просто рост. Ну, там, я не знаю. Х2 примерно. Ну, да. Х3. Если не Х3. Х3. Вот. А так, если... Нет, даже не... Просто все идет своим чередом. Ну, как бы, да. То есть, сейчас... Да, но от того, что Аня пишет что-то в твиттере, шахматы популярнее не становятся. В целом. По-большому. Хотя бы Аня становится популярнее. Хоть что-то. Ну, там, сейчас вот Ханс, как бы, там свой, как бы... Ханс, это где-то наше все. Запустил сериал. Главное, чтобы Ханс... Я вот только молюсь, чтобы он не сошел совсем с ума. И не бросил шахматы. Потому, что он сейчас, как мы с тобой обсуждали, он начал сейчас путь к чемпионству. Так что ты понимаешь, что уже сейчас жизнь поменяется. Будет сложнее. Уже, как говорится, на таймере, да? На таймере, да. Все на таймере, да. Он начал такой на ютубе. Это через 90 серий, как бы, да? Что-то случится, да. Через 7 рублей поворот. Поэтому... Ну, мне кажется, просто... Нет, ну, вот мы с Эриком... Я вот смотрел его... У него было еще интервью после меня. У него было интервью на Perpetual Chess Podcast. Я, честно говоря, эту тему как-то с ним не добил. А надо было. Вот он говорит, что они предлагали фиды взять цикл на себя. Делать другие контроли, другое все. Я считаю, что это назрело давно. Просто радикально. Один раз, как бы, отрезать и не морочиться уже. А, пожалуйста, кто-то хочет играть в классику. Например, кто-то хочет сделать классический турнир. Две конзы. Ну, пусть играют в классику. Какие проблемы? Ну, во-первых, это, мне кажется, была бы не суперреволюция. Потому, что Agon Limited... Как их называли? Полсон или как их называли? Да, Полсон. Да, и Меринзон. Они же, мне кажется, выкупали курс там фиды... Ну, в смысле, цикл. Они меняли игру. Да, они не меняли. Они как бы были в этом плане более консервативны. Но у них, в принципе... Не, ну, почему? Они пытались, например, делать pay-per-view. Как бы, грубо говоря, продавать как боксерский матч, который тут ты словно покупаешь там на Netflix или где-нибудь. То есть, там в онлайн. Но это не взлетело. Мягко говоря, да. Это не взлетело. Вот. То, что участкома сейчас наибольшая... Ну, банально, наибольшая аудитория, как бы, да. То есть, там, ну, и активных пользователей, и активных шахмансистов. С этим, наверное, сложно спорить. Да, ну, там, где-то там ЛИЧС есть, там, да. Понятно, что фиды, ну, скорее, как профсоюз уже должен действовать. Ну, да. Касательно цикла розыгрыша, я, честно говоря, не знаю. То есть, можно же как-то обговорить, что мы там условно... Мы согласны, но как бы там на своих условиях, там, да, что вы там условно не делаете это там четыре... Ну, там, один игровой день, там, матч из четырех партий в рапид, как бы, да, потому что... Не, они именно так и хотят. Я понимаю. Ну, вот делайте, ну, окей, допустим, две партии там в короткую классику. Допустим. Допустим. Не работают. Допустим, делайте, как бы, там, многоборье и проще. Но делать это, условно, в начале цикла. Вот, условно, там, закончился, там, не знаю, там, отлично. День пошел, ладжер шесть, замечательно, как бы, заиграно. И мы объявляем новый, как бы, цикл. Ни хрена подобного. Они, как бы, там, тут мы что-то подшамалили, тут мы изменили, тут еще что-нибудь, а тут мы, слушай, а тут мы поменяли контроль у вас, как бы, в турнире, а здесь у нас выходит теперь по рейтингу и так далее. Понятно, что им отдавать, может, и не надо, дело не в этом. Я просто говорю, что... Нет, нет, сейчас профиты, в основном, как бы, даже, а не проще скоб. Я просто говорю, почему не просто, почему не принять, что шахматы сейчас это чисто спорт, а спорт имеет какие-то, то и то же, определенные телевизионные законы, меценатские законы, законы спонсорства, ну, как-то развиваться. Шахматы абсолютно по своей природе, ну, так сложилось там издревание, да, что абсолютно меценатский вид. Ну, так это можно менять, почему же? Это можно, наверное, как-то менять, но, опять, для этого нужно менять формат. Я думаю, что фидето тоже поменяют, поэтому они вот хотят, как варят лягушку, да, что-то потихонечку там третий контроль оттяпать, да, потом еще что-нибудь, потом контроль фиды оставить. Ну, хорошо, если это в итоге унифицируется, да. А если там, ну, допустим, ну, просто прогрессивное человечество этого не дождется, как бы, да, и там будет какой-нибудь альтернативный, ну, вот там, не знаю, не Чебиус Чест Тор, а там какой-нибудь еще Чест Тор, который будет, типа, разыгрывать сильнейшего. Но, допустим, не в онлайне, а в гибриде, да, там, или там, ну, или, например, вживую тоже будут проводиться. Или будет там та же самая новая классика. Ну, не знаю, вариантов много, но главное, чтобы это, опять, чтобы это как-то было, ну, представлял собой встроенную систему, а не то, что вот мы тут, тут мы выбираем по гороскопу, тут мы там из Кубка Мира, тут по рейтингу. А почему, кстати, не худший вариант, мне кажется? Ну, вот, например, когда, что было прописано, что в случае, если рейтинг будет одинаковый, то бросается монетка. Ну, например, вот там Ферруджи и Весли, да, если у них был рейтинг, там, условно, 7-5-7 на 1 января, ну, вот, флип. А, например, кто-то из них по гороскопу, я не знаю, Овин, а кто-то Козерог. Ну, вот как тут поступить? А? Хороший вопрос. На кого ставишь? Я на Ферруджу. Не-не-не. А по гороскопу-то, по гороскопу, знаешь? Звездные говорят, что Овнам в этом году не повезет. Как бы, ладно, играет Козерог. Что-то по гороскопу там кто-то там что-то девость или кто-то кого-то выбирает. Да, по гороскопу, кстати, хорошая идея. И сэкономим денег кучу. Конечно. И ничего не нужно выдумывать. Еще у Морозевича была идея, мне кажется, по гороскопу сборную России сформировать, чтобы играли только раки. Там причем хороший был бы состав. Морозевич, Як, Рамник, Яковенко, Найер. Что только раки-раки что-то? А просто вот такой урожайный очень. А, урожайный, урожайный. Там, кстати, на две команды можно было набрать в какой-то момент. Интересно. Вот. Так что идея не нова. Ян, что я тебе могу сказать? Все это хрен с ним, с фиды, со всем этим. Мы тебе желаем успехов в Торонто. Это самое главное. Спасибо. Наш канал всегда, я личный, наш канал всегда, мы за тебя болеем. Ты у нас остался один в элитных шахматах из российских гроссмейстеров. Это ненадолго. Это ненадолго. Я в хорошем смысле. Подойдут другие русские. Я в хорошем смысле. Подойдут другие русские. Да, подойдут другие русские. Подмога придет. Да, подмога придет. В общем, желаем тебе впервые в истории выиграть третий турнир претендентов вообще и подряд. Спасибо. И я не вижу в этом ничего такого экстра. Турнирчик такой, мне кажется, разношерстный, очень составчик, поэтому... Ближе к концу станет понятно. Ближе к концу станет понятно. Кто там разношерстный. Да, кто разный, кто шерстный. Да, в общем, спасибо тебе и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.